Гершензон Однажды, еще в раннюю пору нашего знакомства, зимнюю ночью в Москве, провожая меня через садик, чтобы запереть за мной калитку, Гершензон пошутил. — Вот какой вы народ, поэт! Мы о вас пишем. А нет того, чтобы кто-нибудь написал стихи об нас, об историках? — Погодите, Михаил Осьпович, вот я напишу о вас. Он усмехнулся в усы. — Не напишите. Ну, покойной ночи, покойной ночи. — Я потом всегда помнил свое обещание, не разбрался и за стихи, да так и не написал их. Все оказалось мне слабо и недостойно его. Но все-таки мне приятно, что след наших встреч остался в моих стихах. В книге «Путем зерна» есть у меня стихотворение 2 ноября. Речь идет о том дне, когда после Октябрьского переворота люди в Москве впервые повыползли из каменных подвалов на улице. Дальше рассказано вкратце, как я ходил к Михаилу Осьповичу. К моим друзьям в тот день пошел и я. Узнал, что живы, целы, дети дома. Чего ж еще хотеть? Побрел домой. Книжка вышла в 1920 году. И Гершензон тогда же читал ее. Но об этих стихах у нас разговору не было. Только в 1922 году, посылая ему из Петербурга второе издание, дополненное, я внутри, на полях против приведенных строк написал «Это про вас». Я рассчитывал на то, что книгу, недавно читанную, он сейчас перечитывать не станет, а приписку мою увидит, может быть, через несколько лет, когда я, вероятно, буду далеко от него. Так и вышло. 23 октября 1924 года он писал мне. «Не знаю, где вы теперь. Сижу дома, хожу по комнате, читаю. Сегодня читал «Ваше путем зерна».» Вероятно, он взял именно второе издание, прочел, увидел мою приписку и захотел написать мне. Это было последнее из его писем. Посланное в Ирландию, оно попало ко мне в Италию только в самые последние дни 1924 года. Я ответил на него спустя несколько дней, но сам уже не получил ответа. Гершензон умирал. Летом 1915 года я послал Гершензону оттиск статьи о петербургских повестях Пушкина. Письмо, полученное в ответ, удивило меня простотою и задушевности. Я не был лично знаком с Михаилом Осиповичем, и хотя высоко ценил его, все же не представлял себе Гершензона иначе, как в озарении самодовольного величия, по которому за версту познаются солидные ученые. Я даже и вообще-то не думал, что столь важная особа снизойдет до переписки с автором единственной статьи о Пушкине. Однако, приехавший вскоре Садовский, пришел ко мне как-то вечером и сказал, — Пойдемте завтра к Гершензону, он вас зовет. Арбат, Никольский переулок, 13. Деревянный забор, поросший травою двор. Во дворе направо сторожка, налево еще какое-то старое здание. Каменная дорожка ведет вглубь двора, к двухэтажному дому новой постройки. За домом сад с небольшим огородом. Второй этаж занимает Гершензон, точнее, семья его. Небольшая столовая служит и для приемов. А сам он живет еще выше, в мезонине, которого со двора не видно. Хотя ободренный письмом и зовом через Садовского, все же впервые пришел я сюда, не без робости. Но робость прошла в тот же вечер, а потом уже целых семь лет. До последнего дня перед отъездом моим из России ходил я сюда с уверенностью в хорошем приеме, ходил поделиться житейскими заботами и новыми стихами и задуманными работами, и, кажется, всеми огорчениями и всеми радостями, хоть радостей-то, пожалуй, было не так уж много. Маленькие, часто откидывающие голову назад, густобровые, с черной бородкой, поседевшие сильно в последние годы, с такими же усами, нависающими на пухлый рот, с глазами слегка навыкать, с мясистым, чуть горбоватым носом, прищемленным пенсне, с волосатыми руками, с выпуклыми коленями, наружностью был он типичный еврей. Много жестикулировал, говорил быстро, почти всегда возбужденно. Речь, очень ясная по существу, казалась косноязычной, не будучи такой в действительности. Это происходило от глухого голоса, от плохой дикции и от очень странного акцента, в котором резко еврейские интонации кишиневского уроженца сочетались с неизвестно откуда взявшимся оконьем заправского волгаря. Комната, где он жил, большая, квадратная, в три окна, содержала немного мебели. Две невысокие человеку до пояса книжные полки, два стола, один вроде обеденного, но небольшой, другой письменный, совсем маленький. Низкая плоская кровать у стены, с серым байковым одеялом и единственной подушкой. Вот и все кажется, если не считать двух венских стульев, докожанного с высокую спинкой старинного кресла. В это кресло, левая ручка всегда отскакивает, расклеилась, Гершинзон усаживает гость. Оно историческое, из кабинета Чаадаева. Стены белые, гладкие, почти пустые. Только тропининский Пушкин, фототипия, да гипсовая маска, тоже Пушкина. Кажется, еще чей-то портрет, может быть, Огарева, не помню. В кабинете светло, просторно и очень чисто. Немного похоже на санаторий. Нет никакой нарочитости. Но все как-то само собой сведено к простейшим предметам и линиям. Даже книги, только самые необходимые для текущей работы. Прочие в другой комнате. Здесь живет человек, не любящий лишнего. Кончая гимназию, Гершинзон мечтал о филологическом факультете. Но отец не хотел и слышать об этом. В 80-х годах, да и позже, для филолога было два пути. Либо учительство, либо, в лучшем случае, профессорство. Иначе говоря, служба по Министерству народного просвещения, для еврея неизбежно связанная с крещением. Старик Гершинзон был в ужасе. Михаила Осиповича отправили в Германию, где он поступил в какое-то специальное высшее учебное заведение по технической или по инженерной части. Там пробыл он, кажется, года два и не вынес. Послал прошение министру народного просвещения о зачислении на филологический факультет Московского университета вольнослушателям. По тому вольнослушателям, что в число студентов попасть не мечтал. Под процентную норму подходили лишь те, кто кончил гимназию с золотой медалью. У Гершинзона медали не было. Но тут произошло нечто почти чудесное. Из министерства получен ответ, что Гершинзон зачислен не вольнослушателем, а прямо студентом. Причина была простая. На филологический факультет евреи не шли. И прошение Михаила Осиповича было в тот год единственное, поступившее от еврея. Он тем самым автоматически подошел под норму. Однако эта удача обернулась для Гершинзона бедой. Отец, вообще недовольный упрямством Михаила Осиповича, никак не поверил в чудо и решил, что Михаил Осипович уже крестился. Кончилось дело, если не родительским проклятием, то во всяком случае полным отказом в деньгах. Только мать наскребла на дорогу от Кишинева до Москвы. На московские истогны Гершинзон ступил почти без копейки денег. Впрочем, какие-то знакомые устроили ему урок. Но тут снова беда. Дисциплина была в те времена нешуточная, и студент обязан был иметь форму, а в иных случаях являться и при шпаге. Добрые люди нашлись опять. Дали Гершинзону старый студенческий сюртук, который сидел мешком, и даже шпагу, и даже за неимением форменного пальто ему дали николаевскую шинель. Николаевскую шинель, светло-серую, с бобровым воротником и с перериной, доходившая ему чуть не до колен. Она была ему так непомерно велика, что, вы понимаете, обе полы мне приходилось все время носить в руках. Так началась ученая карьера Гершинзона и его бедность. Тыча себя тремя пальцами куда-то под ложечку, туда, где в петлю потертой жилетки продета часовая цепочка, Гершинзон говорит, Я расстраиваюсь и волнуюсь только нутром до сих пор. А выше я всегда спокоен и ясен. Житейские тревоги часто доходили ему под табак. Но до ума и сердца он умел их не допускать. Они его не ожесточали, не омрачали, не мутили прекрасной чистоты его духа. Это, однако, не переходило ни в беззаботность, ни в то варварское презрение к житейским удобствам, которым так любят у нас щеголять иные из косматых людей мысли. Не притворялся и бессребренникам. Напротив, умел он быть бережливым, хозяйливым, домовитым, любил обстоятельно поговорить о гонораре. Даже знал себя в этом деле максималистом. Книжная лавка писателей стоном стонала, когда в 1919 году он вздумал продать ей лишние книги из своей библиотеки. В тяжкие годы революции он занимался полезными изобретениями. Додумался, например, до того, что, выкурив папиросу, не выбрасывал окурка, а осторожно стаскивал с мундштука трубочку папиросной бумаги, вновь набивал ее табаком, и, таким образом, заставлял одну гильзу служить два раза. Путем упражнения довел технику этого дела до высокого совершенства. Потом изобрел ящик, изнутри обитый газетной бумагой и плотно закупоривающийся. Ежели в этот ящик поставить кипящую кашу, она в нем дойдет и распарится сама по себе без дров. Можно и суп. Дело прошлое. Знаю, наверное, что Гершинзон с женой Марии Борисовны, тайком от детей, иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, простаивая на морозе в очередях, каля дрова и таская их по лестнице, не притворялся он, будто все это ему нипочем, но и не разыгрывал мученика, был прост, серьезен, но ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг так весело поглядит и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль, хлопотать за арестованного писателя. Как-то так складывалось, что нам доводилось часто ходить вместе по городу. Для меня это было сущим мучением. На улице я хорошо примечаю все, что случается, но дурею. Кажется, во всю жизнь ни одной путной мысли не пришло мне в голову на ходу. С Гершензоном было обратное. Чуть на улицу, тут-то и начинает он либо философствовать, либо сличать пушкинские варианты, а я ничего не понимаю и отвечаю не в попад. Зато Гершензон поминутно стремится то понапрасну перебежать улицу, норовя попасть под ломовика, с цитатой из Платона на устах, то свернуть в переулок, который нас уведет в сторону, противоположную той, куда мы направляемся. Он был близорук, страдал чем-то вроде куриной слепоты, не умел ориентироваться и не знал Москвы до странности. Весной 1917 года мы с ним однажды отправились в художественный театр на собрание писателей. До Страстного монастыря я довез его на трамвае. Потом стали пешком спускаться к Эмергерскому переулку. Вечер только что наступал, магазины сияли, по тротуарам сплошной стеной шел народ, главным образом отпускные офицеры, солдаты, в те дни познавшие сладость коммерции, проститутки. Гершензона чуть не сбивали с ног, а он был потрясен. Вдруг даже остановился. Послушайте! Это что за улица? Михаил Осьпович, что с вами? Да ведь это Тверская. Тверская? Ага! Ху ты, какая здесь роскошь, однако! Его понятия о роскоши были своеобразны. Вполне зная толк в необходимом и умея ценить его, он был детски простодушен ко всему, что хоть сколько-нибудь напоминало об излишестве. В 1920 году мы жили в одном санатории. Я каждый день ходил в коричневом шелковом галстуке, который давно уже был выброшен моим братом, а мною прожжен махоркою. Но на нем были какие-то разводы. Гершензон не забывал каждый день потрогать мой галстук, приговаривая, «Фу ты, какой он франт!» Однажды он вздумал нам с Марией Борисовной описать роскошное платье одной московской меценатки. Мы не могли удержаться и покатились со смеху. Слушая модные наблюдения Михаила Осиповича, выходило, что дама одета была в каких-то одних только позументах и декольте. Летом 1923 года в Берлине, в очень жаркое утро, пришлось ему много бегать по разным полицейским учреждениям. Он вернулся, задыхаясь и обливаясь потом. «Вы знаете, до чего дошло? До того дошло, что я было вздумал зайти в какое-нибудь ихнее кафе выпить стакан кофе, но после одумался, ведь отец семейства!» Это было сказано без малейшей иронии совершенно серьезно. Минуя анекдоты, я думаю, что в его самоограничении был подлинный аскетизм. Те, кто прожил в Москве самые трудные годы, 18-й, 19-й и 20-й, никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея союза писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов союза и первым его председателем. Но, поставив союз на ноги и пожертвовав этому делу громадное количество времени, труда и нервов, он сложил с себя председательство и остался рядовым членом союза. и все-таки в самые трудные минуты союз шел все к нему же за советом и помощью. Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогою. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду и не на словах, а на деле спешил помочь. Скажу о себе, что если б не Гершензон, плохо мне было бы в 1916-1918 годах, когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги. Гершензон, а никто другой, хлопотал по моим делам, когда я уехал в Крым. А уж о душевной поддержке и говорить нечего. Но все это делалось с изумительной простотой. Без всякой позы и сентиментальности. Его внимательность и чуткость были почти чудесны. Я, к сожалению, сейчас не могу подробно описать один случай, когда Гершензон выказал лукавую и веселую проницательность, граничащую с ясновидением. Доброта не делала его ни пресным, ни мягкотелым. Был он кипуч, порывист и любил правду всю, полностью, какова бы она ни была. Он говорил все, что думал, прямо в глаза. Никогда не был груб и обиден, но и не сглаживал углов, не золотил пилюль. «На чистоту!» покрикивал он, «На чистоту!» Это из его любимых слов. И во всех поступках Гершензона и в его доме, и в его отношении к детям была эта чистота правды. При всей доброте не был он слеп. В людях тщательно разбирался и, не будучи по природе обидчиком, просто проходил мимо тех, кто ему не нравился. В каждом старался он найти хорошее, но, если не находил, вычеркивал человека из своего обихода. При случае умел сказать зло и метко. Об одном расторопном и разностороннем литераторе сказал, он похож на магазин с вывеской «Любой предмет пятьдесят копеек на выбор». Однажды я высказал удивление, зачем Икс, что бы ни писал, поминает про свою ссылку в Сибирь. «Но как же вы не понимаете», сказал Гершензон, «Это же его орден. Орден пришит к мундиру и сам собой надевается вместе с мундиром». Иногда он проявлял даже резкую нетерпимость. Мы как-то ехали в трамвае с Девичьего поля к Арбатским воротам. У Смоленского рынка в вагон вошел почтеннейший господин, поздоровался с Гершензоном и завел разговор. Гершензон отвечал, поглядывая в окно. Вдруг в начале Арбата он кинулся к выходу. Я стал его удерживать. Куда вы? Нам еще две остановки. Нет, нам слезать. И, не слушая меня, выскочил из вагона. На тротуаре он на меня накинулся. Зачем вы меня удерживали? Что ж, вы хотели, чтобы я с ним еще разговаривал? Нет, уж лучше пойдем пешком. Да кто это? Профессор рэр. Самый надутый дурак, какого я знаю. Не вынося глупости, ханжества, доктринерства, даже на них обижаясь, он был не злобив на обиды, нанесенные ему лично. Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку, новая о стихосложении Пушкина. Книжка, однако, была завернута в номер не то земщины, не то русской земли с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершинзон смеялся, а говоря об оброве, всегда прибавлял, а все-таки человек он умный. Еще в начале знакомства он вдруг спросил «У вас хороший характер?» «Неважный». «Ну, значит, скоро поссоримся. У меня ужасный характер. Вот вы увидите». Слава Богу, мы не поссорились. Ужасного в его характере оказалось одно упрямство. В общем, он умел слушать возражения и умел иногда соглашаться с ними. Но часто бывало иначе. Он вдруг безнадежно махал рукой и, воскликнув «Бог знает, что вы говорите», резко переходил на другую тему. Он был одним из самых глубоких и тонких ценителей стихов, какие мне встречались. Но и здесь были у него два пунктика, против которых не помогало ничто. Во-первых, он утверждал, что качество первой строчки всегда определяет качество всего стихотворения. Во-вторых, считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это пошлость. Я соглашался покривить душой и помириться на компромиссе, безвкуситься. Но Гершинзон настаивал на пошлости. Так и не сговорились. Дважды мне довелось делать с ним общую работу. Иной раз и тут приходилось сдаваться не только перед его знанием и опытностью, но и перед упрямством. Однако ж надо отдать справедливость. В тех случаях, когда уступать приходилось ему, он не хмурился и не дулся. Была высокая честность в его мысли. Признавая свою неправоту, он всякий раз даже как будто радовался, что найден путь более верный. Впрочем, его упрямство отчасти вытекало из его подхода к работе. В свои историко- литературные исследования вводил он не только творческое, но даже интуитивное начало. Изучение фактов, мне кажется, представлялось ему более средством для проверки догадок, нежели добыванием материала для выводов. Нередко это вело его к ошибкам. Его мудрость Пушкина оказалась в известной мере мудростью Гершензона. Но, во-первых, это все-таки мудрость, а во-вторых, то, что Гершензон угадал верно, могло быть угадано им и только его путем. В некотором смысле ошибки Гершензона ценнее и глубже многих правд. Он угадал в Пушкине многое, что и не снилось нашим мудрецам. Но, конечно, бывали у нас и такие примерно диалоги. Я. Михаил Осьпович, мне кажется, вы ошибаетесь. Это не так. Гершензон. А я знаю, что это так. Я. Да ведь сам Пушкин, Гершензон. Что ж, что сам Пушкин? Может быть, я о нем знаю больше, чем он сам. Я знаю, что он хотел сказать и что хотел скрыть. И еще то, что выговаривал, сам не понимая, как пифия. К тем, кого он изучал, было у него совсем особое отношение. Странно и увлекательно было слушать его рассказы о Богореве, Печорине, Герцине. Казалось, он говорит о личных знакомых. Он чувствовал умерших как живых. Однажды на какое-то мое толкование стихов Дельвига он возразил. Нет, у Дельвига эти слова означают другое. Ведь он был толстый, одутловатый. Он терпеть не мог, чтобы его называли критиком. Я историк, а не критик, поправлял он. Однако, избегая печатно высказываться о новой литературе, он следил за ней очень зорко. Из современных русских писателей, особенно восхищался Андреем Белым. Вячеслав Иванов, Сологуб, Блок были его любимыми поэтами. Высоко ставил и лично любил Ремезова. Любовно говорил о таланте Алексея Толстого. Не любя стихов Брюсова, уважал его как историка литературы. В общем же, был широк и старался найти хорошее даже в писателях внутренне ему чуждых. За девять лет нашего знакомства я привык читателе посылать ему почти все свои стихи. Его критика всегда была доброжелательна и беспощадна. Резко, на чистоту, высказывал он свои мнения. С ними я не всегда соглашался, но многими самыми меткими словами о моих писаниях я обязан ему. Никто не бронил меня так сурово, как он, но и ничьей похвалой я не дорожил так, как похвалой Гершензона, ибо знал, что и брани похвалы идут от самого, может быть, чистого сердца, какое мне доводилось встречать. Хворал он давно, но умер от внезапного ухудшения. 31 августа 1926 года в известиях в ЦИК было напечатано письмо Мицкевича, заместителя председателя жилищной секции ЦКУБУ, то есть Центральной комиссии по улучшению быта ученых. В практике жилищной секции ЦКУБУ, писал Мицкевич, имеется уже несколько тяжелых случаев, когда волнение, страдания и мытарство, вызванные жилищными осложнениями, приводили к преждевременной смерти научных работников доктор Тезяков, известный профессор-литератор Гершензон и другие. Страдания были сильные, он знал, что умирает, но конец наступил так быстро, что он не успел проститься с близкими. Похоронили его на скромном Ваганьковском кладбище, на его могиле можно было написать слова из послания Пушкина к Чаодаеву, всегда мудрец, а иногда мечтатель. СОРЕНТО 12 апреля 1925 Сологуб И верен я, отец мой дьявол, обету данному в злой час, когда я в бурном море плавал, и ты меня из бездны спас. Тебя, отец мой, я прославлю в укор неправедному дню, хулу над миром я восставлю и соблазняя соблазню. Федор Сологуб У тебя, милосердного Бога, много славы и света и сил, дай мне жизни земной хоть немного, чтоб я новые песни сложил. Федор Сологуб Он был сыном портновой и кухарки. Родился в 1863 году. В те времена выйти в люди человеку такого происхождения было нелегко. Должно быть, это нелегко далось и ему. Но он выбрался, получил образование, стал учителем. О детских и юношеских годах его мы почти ничего не знаем. Учителя Федора Кузьмича Тетерникова, автора учебника геометрии, мы тоже не видим. В нашем поле зрения он является прямо уже писателем Федором Сологубом, лет которому уже за тридцать, а по виду и того больше. Никто не видел его молодым, никто не видел, как он старел. Точно вдруг откуда-то появился древний и молчаливый. Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений. Так начинает он предисловие к лучшей, центральной в его творчестве книги стихов. Кто-то рассказывал, как Сологуб иногда покидал многолюдное собрание своих гостей, молча уходил в кабинет и там оставался долго. Был радушным хозяином, но жажда одиночества была в нем сильнее гостеприимства. Впрочем, и на людях он порой точно отсутствовал, слушал и не слышал, молчал, закрывал глаза, засыпал, витал где-то, куда нам пути не было. Звали его колдуном, ведуном, чародеем. Я впервые увидел его в начале 1908 года в Москве у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки, лысая голова, темя слегка заостренная, крышей вокруг лысины седина, лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое, на левой щеке возле носа с легкой горбинкой большая белая бородавка, рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом «А вы все еще существуете?» Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда я был ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался, и этот страх никогда уже не проходил. А в последний раз видел я Сологуба четырнадцать лет спустя в Петербурге, тоже весной, после страшной смерти его жены. Постарел ли он? Нет, нисколько, все тот же. И молод никогда не был, и не старел. Обычно в творчестве поэта легко проследить изменения формальных навыков. Разница темпы таких изменений. У некоторых поэтов медленней, у других быстрее. У одного и того же поэта смены происходят в разные периоды с неодинаковой скоростью. разница и направления, в которых совершается эволюция формы. Один поэт идет от сложности к простоте, другой от простоты к сложности. Одни расширяют словарь свой, другие суживают. Одни модернизируют свои приемы, другие архаизируют. одни поэты становятся самостоятельны после ряда подражаний, другие это случается совсем не так редко, как принято думать, напротив, утрачивают самостоятельность и делаются подражателями. Я намечаю лишь для примера самые основные линии творческих путей. В действительности, конечно, их несравненно больше, и, главное, они несравненно сложнее. Каждая поэтическая судьба представляет собою единственный и неповторимый случай поэтического развития. Впрочем, все это, разумеется, слишком общеизвестно, и я бы не стал говорить об этом, если бы не то обстоятельство, что поэзия Сологуба мне кажется едва ли не исключительным случаем, когда проследить эволюцию формы почти невозможно. По-видимому, она почти отсутствует. Сейчас нам известны стихи Сологуба за 40 лет. Он писал очень много, быть может, слишком. Число его стихотворений выражается цифрой, во всяком случае, четырехзначной. У Сологуба всегда имелся большой запас неизданных пьес, написанных в разные времена. Собирая их в книге, он руководствовался не хронологией, а иными, чаще всего тематическими признаками, но иногда чисто просодическими. Такова его книга, составленная из одних триолетов. Составляя книги приблизительно так, как составляют букеты, запас, о котором сказано выше, служил ему богатой оранжереей. И вот замечательно, что букеты оказывались очень стройными, легкими, лишенными стилистической пестроты и разноголосицы. Стихи самых разных эпох и отдаленных годов не только вполне уживались друг с другом, но и казались написанными одновременно. Сам Сологуб несомненно знал это свойство своих стихов. Порой, когда это ему было нужно, он брал стихи из одной книги и переносил их в другую. Они снова оказывались на месте, вплетались в новые сочетания, столь же стройные, как те, из которых были вынуты. Вот, например, книга «Жемчужные светила». В нее вошли стихи с 1884 по 1911. Тут лишь небольшая часть написанного за этот период. Но Сологуб вознамерился дать известную гамму, собрать стихи определенного оттенка, и вполне мог это сделать, отобрав подходящие пьесы из написанного за целых 28 лет. И снова, не только ни одного формального или стилистического скачка, броска, диссонанса, но напротив, все точно бы одновременно писано. Несомненно, можно различить большую уверенность, твердость, законченность, больше вкуса и мастерства в поздних вещах. Да и только разве лишь по сравнению с самыми ранними. В сущности, уже с начала девяностых годов Сологуб является во всеоружии. Он сразу нашел себя, сразу очертил круг свой и не выходит из него. С годами ему только легче и лучше удавалось то, что с самого начала сделалось сущностью его стиля. Раствор крепчал, насыщался, но по химическому составу оставался неизменным. Сологуб появился на литературном поприще как один из зачинателей самой молодой по тому времени поэтической группы. Но вступил он в нее уже поэтически немолодым. Среди своих литературных сверстников он сразу оказался самым зрелым, сложившимся и законченным. Его жизнь без молодости, его поэзия без ювенилий. И как в жизни, явившись старым, он больше уже не старел, так и мастерству его не был сужден закат. Одних своих литературных сверстников переживая физически, других он пережил поэтически, умер в полноте творческих сил, мастером трудолюбивым и строгим к себе. Не раз приходилось читать, будто в последние годы отрекся он от сатанических пристрастий, исцелился от ядов, отравлявших его душу, перестал витать в мире пороков и призраков, примирился с простою жизнью, которую некогда проклинал, обратил благосклонный взор к земле и полюбил родину. Высказывалось при этом, будто благодетельную роль в просветлении Сологуба сыграла тягостная судьба России, которой дикаденский поэт до тех пор как бы и не замечал и которую он увидел и полюбил в годы ее страданий. Не спорю, такая концепция содержит в себе чрезвычайно много приятного. Мы любим наблюдать, как поэты перед смертью исправляются и просветляются. Предсмертная эволюция наш конек. Открыли эволюцию и можем с чистым сердцем хвалить покойник, хоть перед смертью, а сделался он таким же хорошим, как мы, и каким ему давно пора было сделаться. К сожалению, все же приходится отказаться от наблюдений над эволюцией Сологуба. Ее не было. Я нисколько не собираюсь отрицать на личность у Сологуба этих просветленных и примиренных мотивов, в частности, его любви к России, но видеть в них эволюцию я бессилен. Эволюция была бы налицо, если бы эти мотивы составляли характерный и исключительный признак Сологубовской поэзии последнего периода, если бы можно было наблюдать их первое появление, затем нарастать, наконец, то, как ими вытесняются прежние с ними несогласные. Но именно этих явлений, необходимых для того, чтобы можно было говорить об эволюции, в наличности нет. Те мотивы, которые в случае эволюции должны бы исчезнуть из поэзии Сологуба, в действительности сохраняются до конца. Те, что должны бы теперь явиться впервые, на самом деле существовали всегда, или так давно, что их появление никак нельзя связывать ни с российской жизнью последних лет, ни с личным предсмертным просветлением Сологуба. Я не пишу исследования, но и не хочу быть голословным. Сологуб, будто бы, в эти последние свои годы склонил благосклонный взор к явлениям обыденной жизни, полюбил землю, благословил родину и примирился с Богом. В том-то и дело, что последние годы здесь ни при чем. Разве простенькие стихи, обращенные к ручью, прогнавшему скорбные думы, не в 1884 году писаны? А разве ясное, ничем не омраченное любование речкой, с купающимися ребятами, не 1888 годом помечено? Да мало ли у Сологуба таких стихов? А вот это «Не забудем же дорог в Божий радостный чертог, в обиталище блаженных, и пойдем под Божий кров, мы в толпе его рабов, терпеливых и смиренных». Разве страдания России или близость кончины привели Сологуба к этим стихам в 1898 году? А вот о земле. Вы не умеете целовать мою землю, не умеете слушать мать землю сырую, так, как я ей внемлю, так, как я ее целую. О, приникну, приникну всем телом к святому материнскому телу, в озарении святом и белом, к последнему склонюсь пределу. Откуда вышли цветы и травы? Откуда вышли вы, сестры и братья? Только мои лапзания чисты и правы, только мои святы объятия. Не знаю, когда написаны эти стихи, но в 1907 году они были уже напечатаны в пламенном круге. Неверно и то, что будто бы декадент Сологуб увидел и полюбил Россию только после революции. В 1906 году вышла книга его стихов, коротко и выразительно заглавленная Родине. Тогда же появились и политические сказочки, свидетельницы о том, что певец порока и мутной мистики не чуждался реальнейших вопросов своего века. И в 1911 году он писал «Прекрасные чужие, от них в душе туман, но ты, моя Россия, прекраснее всех стран». Нет, не предсмертному просветлению обязан Сологуб своей любовью к России. Это не он не видел Россию, а мы проглядели его любовь к ней. Обратно. Так ли уж он до конца весь просветлел, так ли бежал от своего прошлого, так ли ясно и просто обратился к Богу? Адонай взошел на престолы, Адонай требует себе поклонения, и наша слабость, земная слабость, алтари ему воздвигала. Но все благие Люцифер с нами, пламенное дыхание свободы, пресвятой свет познания, Люцифер с нами, и Адонай, Бог темный и мстящий, будет низвергнут и развенчан ангелами Люцифер твоими, Вельзевулом и Молохом. Это сказано в большевистской России за несколько лет до смерти. Правда, через несколько страниц читаем иное. Знаю знанием последним, что бессильна эта тьма, и не верю темным бредням суеверного ума, посягнуть на правду Божью то же, что распять Христа, заградить земною ложью непорочные уста, или в ясном небе светлый Бог Отец, здесь со мной земля святая мать. Но через несколько страниц снова зачем любить, земля не стоит любви твоей, пройди над ней как астероид, пройди скорей. А пока что, восхваляя пройденный им на земле лукавый путь веселого порока, Сологуб приглашает греши со мной. По совести очень далеко все это от покаяния и исправления. Нет, духовного прогресса мы в творчестве Сологуба не найдем, так же, как и регресса. Тем-то и примечательно, между прочим, его поэзия, что она, без какой бы то ни было эволюции, Сологуб никогда не отрекался от своего прошлого и не обретал ничего, что не было бы ему известно ранее. Конечно, к тому, что составляет основные мотивы его поэзии, пришел он не сразу, но именно того, как и когда слагался Сологуб, мы не знаем. Застаем его сразу уже сложившимся и таким прибывшим до конца. Его сложение очень сложно. Оно как будто внутренне противоречиво, если судить по отдельным стихам. Оно отливает многими переливами, но по существу, по составу всегда неизменно. Как жизнь Сологуба без молодости, так поэзия без ювенилий, так и духовная жизнь без эволюции. Сологуб кощунствовал и словословил, проклинал и благословлял, воспевал грех и святость, был жесток и добр, призывал смерть и наслаждался жизнью. Все это и еще многое можно доказать огромным количеством цитат. Одного только не удастся доказать никогда, будто Сологуб от чего-то шел и к чему-то пришел, от кощунств к словословиям или от словословий к кощунствам, от благословений к проклятиям или от проклятий к благословениям. Ничто у него ничем не вытеснялось. Противоречия в нем уживались мирно, потому что самая наличность их была частью его мировоззрения. Об этом мировоззрении скажу несколько слов, без критики и без указания на его источники. Дело не в том, было ли оно оригинально и верно и какие в нем самом были противоречия. Оно ключ к пониманию Сологуба и только в этом качестве нас в данную минуту занимает. Рожденный не в первый раз и уже не первый завершая круг внешних преображений, я спокойно и просто открываю свою душу, говорит Сологуб в предисловии к пламенному кругу и не устает повторять это в стихах и в прозе. Свою жизнь, которая кончилась 5 декабря 1927 года, Сологуб почитал не первый и не последний. Она казалась ему звеном в нескончаемой цепи преобразований. Меняются личины, но под ними вечно сохраняется неизменное я. Ибо все и во всем я. И только я, и нет иного, и не было, и не будет. Темная земная душа человека пламенеет сладкими и горькими восторгами, истончается и восходит по нескончаемой лестнице совершенств в обители навеки недостижимые и вовеки вожделенные. В процессе этого нескончаемого восхождения я созидает миры видимые и невидимые, вещи, явления, понятия, добро и зло, бога и дьявола, и добро и зло, и бог, и дьявол, только равноценные формы сладких и горьких восторгов, пламенеющих в душе. Временная жизнь, цикл переживаний, кончается столь же временной смертью, переходом к новому циклу, и все, что жило и дышало, и отцвело, в иной стране взойдет сначала свежо-светло. То звено цепи, та жизнь, которую изживал на наших глазах поэт Федор Сологуб, содержало для него великое множество переживаний, восторгов, говоря его словом и словом Пушкина. То были приливы страстной любви к женщине, красоте, жизни, родине, богу. И очарование зла, злобы, порока, уродства, дьявола, смерти наполняли его душу тоже восторгами, иного цвета и вкуса, горькими. Поскольку, однако, вся эта жизнь была лишь ступенью в нескончаемой лестнице совершенств, она не могла не казаться Сологубу еще слишком несовершенной, как были, пожалуй, еще менее совершенны жизни им раньше пройденные. Но неверно распространенное мнение, будто для Сологуба жизнь абсолютно мерзка, груба, грязна. Она и мерзка, и груба, и пошла, только по отношению к последующим ступеням, которые еще впереди. Сологуб умеет любить жизнь и восторгаться ею, но лишь до тех пор, пока созерцает ее безотносительно к лестнице совершенств. По сравнению с утраченной и вечно искомой Лилит, это жизнь Ева, бабища дебелая и румяная. Это грязная девка Альдонса, ей бесконечно далеко до той прекрасной Дульцинеи, которая мечтается человеку, вечному Адаму и вечному Дон Кихот. Но и в последующих воплощениях, на будущих ступенях, ему тоже не суждено встретить подлинную Дульцинею, которая живет в обителях на веки недостижимых и во веки вожделенных. Где же эти обители? Сологуб знает, что это не наша Земля, не Марс, не Венера и никакая из существующих планет. Эта обитель недостижима, она носит условное и заветное имя Земля Ойле. Над той землей светит небывалая звезда Маир, небывалая река ее орошает. Звезда Маир сияет надо мною, звезда Маир, и озарен прекрасную звездою далекий мир. Земля Ойле плывет в волнах эфира, земля Ойле, и ясен свет мерцающий Маира на той земле. Река Легой в стране любви и мира, река Легой колеблет тихо ясный лик Маира своей волной. Брецанье лир, цветов благоуханье, брецанье лир, и песни жен слились в одно дыхание, хваля Маир. Был ли сам он утешен своей лестницей, я не знаю. Думаю, что самый вопрос об утешительности или неутешительности был для него несущественен. Однажды, обретенный им для себя истине, он смотрел в глаза мужественно, и во всяком случае, не в его характере было пытаться ее прикрашивать или подслащать. Кажется, лестница иногда казалась ему скучноватой, утомительной и суровой, это уж непременно. Кто смеется? Боги, дети да глупцы, люди, будьте строги, будьте мудрецы, пусть смеются боги, дети да глупцы. Сам он, впрочем, часто шутил, но шутки его всегда горькие, и почти всегда сводится к каламбуру, к улыбке слов. Нож да вилка есть? А нож резалка есть? Вот и не поймешь, ты или я, или я, или я. А на селе ниточка, а на селе ниточка. Смешных положений он почти не знает, улыбок в явлениях жизни не видит, а если видит, то страшные или злые. Несовершенно, слишком несовершенно казалось Сологубу жизнь. Земное бремя, пространство, время. Слишком часто было ему тяжело. И люди его не прельщали. Мелкого беса видел он за спиной у них. Познакомившись с Передоновым, русское общество пожелало увидеть в нем автопортрет Сологуба. Это он о себе, намекала критика. В предисловии ко второму изданию своего романа Сологуб ответил спокойно и ясно. Нет, мои милые современники, это о вас. О нем было принято говорить злой. Мне никогда не казалось однако, что Сологуб деятельно зол. Скорее, он только не любил прощать. После женитьбы на Анастасии Николаевне Чеботаревской, обладавшей, говорят, неуживчивым характером, я сам не имел случая на него жаловаться, Сологубу, кажется, приходилось нередко ссориться с людьми, чтобы, справедливо или нет, вступаться за Анастасию Николаевну. Впрочем, и сам он долго помнил обиды. Еще в 1906-1907 году Андрей Белый напечатал в весах о Сологубе статью, которая показалась ему неприятной. В 1924 году, то есть лет через 18, Белый явился на публичное чествование Сологуба, устроенное в Петербурге по случаю его шестидесятилетия, и произнес по обыкновению своему чрезвычайно экзальтированную, бурно восторженную речь, передаю со слов одного из присутствовавших. Закончив, Белый осклабился улыбкой, столь же восторженный и неискренней, как была его речь, и принялся изо всех сил сжать Сологубу руку. Сологуб годливо сморщился и произнес с расстановкой сквозь зубы «Вы делаете мне больно». И больше ни слова. Эффект восторженной речи был сорван. Сологуб отомстил. Сам Андрей Белый начало века страница 448 передает эту сцену несколько иначе. Во время чтения ему адреса молчал церемонный старик, став во фраке, закинувшая мумиевидную голову, белый как смерть. Вдруг пленительно зуб показав и отсутствие зуба, он руку потряс сердечно. И облабызал меня. За кулисами, сжав ему руку, едва не упал вместе с ним, потому что орнул он белугой, ой, сделали больно, и пальцы тряс, сморщись. Ну, можно ли этаким способом пальцы сжимать? И, качая над носом моим своим пальцем, откинувшись, фалдами фрака тряся, он сурово меня распекал. Должно заметить, однако, что лицо, рассказавшее мне об этом эпизоде, находилось среди публики и могло видеть лишь то, что происходило именно на сцене, а не за кулисами. В общем, мне кажется, люди утомляли Сологуба. Он часто старался не видеть их и не слышать, быть с людьми как бремя. О, зачем же надо с ними жить? Отчего нельзя все время чары деять, тихо выражить? Для меня эта нота всегда очень явственно звучала в словах Сологуба, в лениво-досадливых жестах, в полудремоте его, в молчании, в закрывании глаз, во всей повадке. Когда я жил в Петербурге, мы встречались сравнительно много, бывали друг у друга, но, в общем, несмотря на восхитительный ум Сологуба, на прекрасные стихи, которые он читал при встрече, на его любезное, впрочем, суховатое обращение, я как-то старался поменьше попадаться ему на глаза. Я видел, что люди Сологубу в конечном счете решительно не нужны, и я в том числе. Уверен, что он носил в себе очень большой запас любви, но не в силах был обратить ее на людей. На ойле далекой и прекрасной вся мечта и вся любовь моя. На земле знавал он только несовершенный отцвет любви ойлейской. Впрочем, двух женщин он любил и обеих утратил. Первая была его сестра Ольга Кузьминишна, тихая, немолодая девушка, болезненная, чуть слышная, ходившая всегда в черном. Она умерла от чахотки, кажется, в 1907 году. Следы этой любви есть во многих стихах Сологуба. О ней он не забывал. В 1920 году писал «Рассказать, чем сердце жило, чем болело и горело, и кого оно любило, и чего оно хотело, так мечтаешь хоть недолго, о далекой об отсветшей, имя сладостное Волга, сходно с именем умершей». Вторая была Анастасия Николаевна Чеботаревская, на которой он женился вскоре после смерти сестры. Годы военного коммунизма Сологубы провели частью в Костроме, частью в Петербурге. Мечтой их было уехать из Советской России, где господствовали по его выражению «вчеловеченные звери». Сологуб писал «Снова саваны надели, рощи нивы и луга, надоели, надоели эти белые снега, это мертвая пустыня, это дремлющая тишь, отчего ж, душа рабыня, ты на волю не летишь, к буйным волнам океана, к шумным стогнам городов, на размах аэроплана, в громыхание поездов, или жажду жизни здешней, горьким ядом утоля, в край невинный, вечно вешней, в элизийские поля». Анастасия Николаевна приходилась родственницей Луначарскому, кажется, двоюродной сестрой. Весной 1921 года Луначарский подал в политбюро заявление о необходимости выпустить за границу больных писателей Сологуба и Блок. Ходатайство было поддержано горьким. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова. Товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба. А вы выпускаете одного Сологуба меж тем, как Блок поэт революции и наша гордость. О нем даже была статья в Таймсе, а Сологуб ненавистник пролетряд, автор контрреволюционных памфлетов и так далее. Копия этого письма, датированного кажется 22 июня, была прислана Горькому, который его мне и показал тогда же. Политбюро вывернуло свое решение наизнанку. Блоку дало заграничный паспорт, которым он уже не успел воспользоваться, а Сологуба задержала. Осенью, после многих стараний Горького, Сологубу все-таки дали заграничный паспорт. Потом опять отняли, потом опять дали. Вся эта история поколебала душевное равновесие Анастасии Николаевны, когда все уже было улажено и чуть ли не назначен день отъезда в припадке меланхолии, она бросилась в Неву с Тучкова моста. Ее сестра, тоже переводчица и писательница Александра Николаевна Чеботаревская жила в Москве. В день похорон Гершензона февраль 1925 года было решено речей не произносить. Однако какой-то коммунист, растолкав присутствовавших, подошел к могиле и стал говорить о том, что хотя Гершензон был не наш, все же пролетариат чтит память этого пережитка буржуазной культуры. Александра Николаевна не выдержала и тут же высказала все, что накипело у нее на душе. Когда разошлись с кладбища, она весь день не могла успокоиться. Вечером после нервного припадка она пошла на большой каменный мост, перекрестилась, осенила крестным знаменем Москву на все четыре стороны и бросилась с моста в полынью. Прохожие ее вытащили, но час спустя она скончалась в приемном покое от разрыва сердца. Рассказываю со слов советского писателя, который тогда был в Москве, а затем на время приезжал в Париж. Андрей Белый начало век страницы 447 пишет, что обе сестры покончили с собой на почве психического заболевания. Тело ее было извлечено из воды только через семь с половиной месяцев. Все это время Сологуб еще надеялся, что, может быть, женщина, которая бросилась в Неву, была не Анастасия Николаевна. Допускал, что она где-нибудь скрывается. К обеду ставил на стол лишний прибор на случай, если она вернется. Из этого сделали пошлый рассказ о том, как Сологуб ужинает в незримом присутствии покойницы. В ту пору я видел его два раза, вскоре после исчезновения Анастасии Николаевны у Щеголева, где он за весь вечер не проронил ни слова, и весной 1922 года у меня. Он пришел неожиданно, сел, прочитал несколько стихотворений и ушел так же внезапно, точно и не заметив моего присутствия. Убедившись в гибели жены, он уже не захотел уезжать. Его почти не печатали, в последние три года вовсе нигде, но он много писал. Не в первый раз мечтой побеждал действительность, и духовно торжествовал над ней, недаром упорствуя, не сдаваясь в холоде и голоде весной 1921 года, в 12 дней написал он веселый, задорный, в той обстановке как будто даже немыслимый цикл стихов. 27 пьес в стиле французских Бержеретт. Стиснув зубы, упрямый мечтатель, уверенный, твердый, неуклонный мастер, он в одни пролетарского искусства выводил с усмешкой и над врагами, и над собой, и над злою жизнью. Терсис под сенью Ив мечтает о Нанетте, и голову склонив, выводит на Мюзетте, любовью я трататам-та томлюсь, к могиле я трататам-та клонюсь, и эхо меж кустов, внимая воплем горе, не изменяет слов на певом томном вторе, любовью я трататам-та томлюсь, к могиле я трататам-та клонюсь. Париж, 1928 год, январь. Есенин Летом 1925 года прочел я книжку Есенина под непривычно простым заглавием стихи 1920-24. Тут были собраны пьесы новые, и не совсем новые, то есть уже входившие в его сборнике. Видимо, автор хотел объединить стихи того, можно сказать, покаянного цикла, который взволновал и растрогал даже тех, кто ранее не любил, а то и просто не замечал есенинской поэзии. Эта небольшая книжечка мне понравилась. Захотелось о ней написать. И я начал было, но вскоре увидел, что в этом сборнике итог целой жизни, и что невозможно о нем говорить вне связи со всем предыдущим путем Есенина. «Когда я перечел собрание стихов и поэм его, первый и единственный том, изданный Гржебиным, а когда перечел, то понял, сейчас говорить о Есенине невозможно. Книжка меня и многих других взволновавшая есть свидетельство острого и болезненного перелома, тяжелой и мучительной драмы в творчестве Есенина. Стало для меня несомненно, что настроения, отраженные в этом сборничке, переходные, они нарастали давно, но теперь достигли такой остроты, что вряд ли могут быть устойчивы, длительны. Мне показалось, что так ли и начали, судьба Есенина вскоре должна решиться, и в зависимости от этого решения новые его стихи станут на свое место, приобретут тот или иной смысл. В ту минуту писать о них значило либо недоговаривать, либо предсказывать. Предсказывать я не отважился. Решился ждать, что будет. К несчастью, ждать оказалось недолго. В ночь с 27 на 28 декабря в Петербурге в гостинице Англитер Сергей Есенин обернул вокруг своей шеи два раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног табуретку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь. Он родился 21 сентября 1895 года в крестьянской семье в Кузьминской волости Рязанской губернии и уезда. С двух лет победности и многочисленности семейства был отдан на воспитание деду с материнской стороны, мужику более зажиточному. Стихи стал писать лет девяти, но более или менее сознательное сочинительство началось с 16-летнего возраста, когда Есенин окончил закрытую церковно-учительскую школу. В своей автобиографии он рассказывает «Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по редакциям, что их не печатают, и неожиданно грянул в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй Городецкий. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слыхал ни слова. Грянул он в Петербург простоватым парнем. Впоследствии сам рассказывал, что, увидев Блока, вспотел от волнения. Если вчитаемся в его первый сборник «Радуница», то увидим, что никаких ясно выраженных идей, отвлеченностей, схем он из своей казминской волости в Петербург не привез. Явился с запасом известных наблюдений и чувств. А идеи, если и были, то они им переживались и ощущались, но не осознавались. В основе ранней есенинской поэзии лежит любовь к родной земле. Именно к родной крестьянской земле, а не к России с ее городами, заводами, фабриками, с университетами и театрами, с политической и общественной жизнью. России в том смысле, как мы ее понимаем, он в сущности не знал. Для него Родина свои деревни да те поля и леса, в которых она затерялась. В лучшем случае ряд таких деревень. Избяная Русь, родная сторонушка, не страна. Единство социальное и бытовое, а не государственное и даже не географическое. Какие-нибудь окраины для Есенина, разумеется, не Россия. Россия, Русь, Русь, деревня. Для обитателя этой Руси весь жизненный подвиг крестьянский труд. Крестьянин забит нищ гол, также у Бога его земля. Слухают ракиты посвист ветряной, край ты мой забытый, край ты мой родной. Какой нищий, сливаясь с нею, ходит по этой земле мужицкий Бог. Шел Господь пытать людей в любви, выходил он нищим на кулишку, старый дед на пне сухом в дуброве, жамкал деснами за черствелую пышку, увидал дед нищего дорогой на тропинке с клюшкою железной и подумал, вишь, какой убогой, знать от голода качается болезной. Подошел Господь, скрывая скорбь и муку, видно, мол, сердца их не разбудишь, и сказал старик, протягивая руку, на, пожуй, маленько крепче будешь. Можно по стихам Есенина восстановить его ранние мужицко-религиозные тенденции. Выйдет, что миссия крестьянина божественна, ибо крестьянин как бы сопричастен творчеству Божью. Бог отец, земля мать, сын урожай. Истоки есенинского культа, как видим, древние. От этих истоков до христианства еще ряд этапов. Пройдены ли они у Есенина? Вряд ли. Начинающий Есенин полуязычник. Это отнюдь не мешает его вере быть одетую в традиционные образы христианского мифа. Его религиозные переживания выражены в готовой христианской терминологии. Только это и можно сказать с достоверностью. Говорить о христианстве Есенина было бы рискованно. У него христианство не содержание, а форма. И употребление христианской терминологии приближается к литературному приему. Наряду с образами, заимствованными у христианства, Есенин раскрывает ту же мужицкую веру в формах вполне языческих. Полюбил я мир и вечность, как родительский очаг. Все в них благостно и свято, все тревожно и светло, плещет алый маг заката на озерное стекло, и невольно в море хлеба рвется образ языка. Оттелившееся небо лижет красного телка. Вот оно, небо корова, хлеб урожай телок, небо родит урожай, правда высшая воплощается в урожаю. Но Есенин сам покамест относится к этой формуле всего лишь как к образу, как к поэтической метафоре, нечаянно сорвавшейся с языка. Он еще сам не знает, что тут заключена его основная религиозная и общественная концепция. Но впоследствии мы увидим, как и под какими влияниями этот образ у него развился и что стал значить. В конце 1912 года в Москве стал ко мне хаживать некий Икс. Называл он себя крестьянским поэтом. Был красив, чернобров, статин, старательно окол, любил побеседовать о разных там Яровых и Озимах. Держался он добрым молодцем, Бовой Королевич. Уверял, разумеется, что нигде не учился. От Кистина, Муни, покойного моего друга, я знал, что Икс в одно время с ним был не то студентом, не то вольнослушателем на юридическом факультете. Стихи он писал недурно, гладко, но в том псевдорусском стиле, до которого я не охотник. В его разговоре была смесь самоуничижения и наглости. Тогда это меня коробило. Позже я насмотрелся на это вдоволь у пролетарских поэтов. Икс не ходил, не смотрел, а все как-то похаживал, да поглядывал, то смиренничая, то наливаясь злостью. Не смеялся, а ухмылялся. Бывал, придет, на все лады извиняется, да можно ли, да не помешал ли, да, пожалуй, не ко двору пришелся, да не надоел ли, да не пора ли уж уходить. А сам нет-нет, да шпилечку и отпустит. Читая свои стихи, почтительнейше просил указать, ежели что не так, поучить, наставить. Потому что нам где же мы, люди темные, только вот, разумеется, которые ученые, они хоть и все превзошли, а ни к чему они вовсе, да, любил побеседовать о политике. Да, помещикам обязательно уже красного петуха. Неизвестно, что, пустят или пустим. Что бы, значит, был царь и мужик, больше никого, капиталистов под жабры, потому что жиды, а вы сами, простите, не из евреев, и хотят царя повалить, а сами всей Русью крещеную завладеть. Интеллигенции и земной поклон за то, что нас неочи просвещает. Только тоже сесть на шею себе не дадим. Вот как справимся с богачами, так и ее по шапке. Фабричных тоже. Это все хулиганы, сволочь, бездельники. Русь, она вся христианская. Да. Мужик, что? Пфу! Последнее слово, одно слово, смерть, а только ему полагается первое место, потому что он вроде как соль земли. А потом, помолчав, да, а что она? Соль. Полкопейки фунт. Муни однажды о нем сказал, Бава твой подобен солнцу. Заходит налево, взойдет направо. И еще хорошо, если не вынырнет просто в охранке. Между тем, Икс изнывал от зависти. Не давали ему покоя лавры другого мужика Николая Клюева, который явился незадолго до того и уже выпустил две книги, одну с предисловием Брюсова, другую со вступительной статьей Свинцитского, который без обиняков объявил Клюева пророком. Действительно, гораздо более даровитый, чем Икс, Клюев поехал уже в Петербург и успел там прогреметь. Городецкий о нем звонил во все колокола. Икс, понятно, не усидел, тоже кинулся в Петербург. Там у него не особенно что-то удачно вышло. В пророке он не попал и вскоре вернулся, однако не без трофея, с фотографической карточкой, на которой был снят с Городецким и Клюевым. Все трое в русских рубахах, в смазных сапогах, с балалайками. Об этой поре в одном из своих очерков петербургской литературной жизни хорошо рассказал Георгий Иванов. Приехав в Петербург, Клюев попал тотчас же под влияние Городецкого и твердо усвоил приемы мужичка травести. Ну, Николай Алексеевич, как устроились вы в Петербурге? Слава тебе, Господи, не оставляет заступница нас, грешных, сыскал клетушку, много ли нам надо, заходи, сынок, осчастливь, на морской за углом живу. Клетушка была номером Отель де Франс с цельным ковром и широкой турецкой тахтой. Клюев сидел на тахте при воротничке и галстуке и читал Гейны в подлиннике. «Маракую малость по-басурманскому», заметил он мой удивленный взгляд, «маракую малость, только не лежит душа. Наши соловьи голосистей, ох, голосистей, да что уже это я?» взволновался он, «дорогого гостя как принимаю? Садись, сынок, садись, голубь, чем угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медового не припас, а то...» он подмигнул, «если не торопишься, может, пополудничаем вместе?» «Есть тут один трактирчик, хозяин хороший человек, хоть и француз, тут за углом, Альбертом зовут?» Я не торопился. «Ну, вот и ладно, ну, вот и чудесно, сейчас обрежусь...» «Зачем же вам переодеваться?» «Что ты, что ты, разве можно?» «Ребята засмеют, обожди минутку, я духом...» Из-за ширмы он вышел в поддевки, смазных сапогах и малиновой рубашке. «Ну, вот так-то получше!» «Да ведь в ресторан в таком виде как раз не пустят!» «А в общую и не просимся!» «Куда нам, мужичкам, промеж господ?» «Знай, сверчок, свой шесток!» «А мы не в общем!» «Мы в клетушку комнатушку!» «Отдельной, то есть!» «Туда и нам можно!» Вот именно в этих клетушках, комнатушках французских ресторанов и вырабатывался тогда городецко-клюевский стиль рюс. Не то православие, не то хлыстовство, не то революция, не то черносотенство. Для городецкого, разумеется, все это была очередная безответственная шумиха и болтовня. Он уже побывал к тому времени и символистам, и мистическим анархистам, и мистическим реалистам, и акмеистам. Он любил маскарады и вывески. Переодеться мужичком было ему занимательно и рекламно. Но Клюев, хоть и маракал по-басурманскому, был все же человек деревенский. Он, разумеется, знал, что таких мужичков, каким рядил его городецкий, в действительности не бывает. Но барину не перечил, пущай забавляется. А сам, между тем, не то чтобы вовсе тяжком да молчком, а эдак полусловцами да песенками, поддакивая да подмигивая и вправо и влево, и черносотенцу городецкому, и эсерам, и членам религиозно-философского общества, и хлыстовским каким-то юношам выжидал. Чего? То, что мой икс выбалтывал несуразно, отрывочно и в разброд, можно привести в некоторую систему. Получится приблизительно следующее. Россия страна мужицкая, то, что в ней не от мужика и не для мужика, накипь, которую надо соскоблить. Мужик единственный носитель истинно русской религиозной и общественной идеи. Сейчас он подавлен и эксплуатируем людьми всех иных классов и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интеллигент, рабочий, священник. Все это разновидности паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и все, что идет от них, должно быть сметено, а потом мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и новое право, ибо он есть единственный источник того и другого. Законы, которые высяжены в Петербурге чиновниками, он отменит ради своих законов неписанных. И веру, которой учат попы, обученные в семинариях да академиях, мужик исправит и вместо церкви Сидонской построит новую земляную, лесную, зеленую. Вот тогда-то и превратится он из забитого Ивана дурака в Ивана царевича. Такова программа. Какова же тактика? Тактика выжидательная. Мужик окружен врагами. Все на него и все сильнее его. Но если случится у врагов разлад и дойдет у них до когтей, вот тогда мужик разогнет спину и скажет свое последнее решающее слово. Следовательно, пока что ему ни по дороге ни с кем. Приходится еще ждать. Кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. А с какого конца загорится, кто именно пустит, это пока все равно. Хулиган ли мастеровой пойдет на царя? Царь ли крикнет опричнину унимать беспокойную земщину? безразлично. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли, все солома, только бы полыхнула. Такова была Клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевом он тотчас подружился и подпал под его влияние. Есенин был молод, во многом неискушен и не то чтобы простоват, а была у него душа нараспашку. То, что бродило в нем смутно, неосознанно, в Клюевщине было уже гораздо более разработано. Есенин пришел в Петербург, зная одно — плохо мужику и плохо мужицкому богу. В Петербурге его просветили, ежели плохо, так надо чтобы стало лучше. И будет лучше, дай срок подымется деревенская Русь. И в стихах Есенина зазвучал новый мотив. О, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь. Довольно гнить и ноять и славить взлетом гнусь, уж смыло, стерло деготь воспрянувшая Русь. Самого себя он уже видит одним из пророков и песнопевцев этой Руси. В ряду с Алексеем Кольцовым, смиренным Миколаем Клюевым и Белетристом Чапыгином сокройся, сгинь ты племя смердящих снов и дум на каменное темя несем мы звездный шум. Грядущее уничтожение смердящих снов, установление иной крепи видится Есенину еще смутно. Звездный шум, который несут мужицкие пророки, можно тоже понять по-разному. Но Есенин уверен в одном, что не избегнуть бури, не миновать утрат, чтоб прозвенеть в лазури кольцом незримых врат. Освобожденная Русь град лазурный и невидимый. Это нечто неопределенно светлое. Конкретных черт ее не дает Есенин. Но знает конкретно, что путь к ней лежит через бурю, в которой развернется мужицкая удаль. Иначе сказать, через революцию. Появление этого сознания важнейший этап в душевной биографии Есенина. Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит из самого верху. Клюевщина это хорошо знала. От связей с нижней она не зарекалась. Но, это нужно заметить, в те годы скорее ждала революции сверху. Через год после появления Есенина в Петербурге началась война. И пока она длилась, Городецкий и Клюев явно ориентировались на право. Книга неистого патриотических стихов Городецкого 14-й год у многих еще в память. Там не только царь, но даже дворец и даже площадь печатались с заглавных букв. За эту книгу Городецкий получил высочайший подарок — золотое перо. Он возил и Клюева в царское село, туда, где такой же мужичок Григорий Распутин норовил пустить красного петуха сверх. От Клюевщины несло Распутинщиной. Еще не оперившийся Есенин в те годы был послушным спутником Клюева и Городецкого. Вместе с ними разгуливал он с усальным мужичком, носил щегольские софьянные сапожки, голубую шелковую рубаху, подпоясанную золотым шнурком. На шнуре висел гребешок для расчесывания молодецких кудрей. В таком виде однажды я встретил Клюева и Есенина в трамвай в Москве, когда приезжали они читать стихи в обществе свободной эстетики. Правда, верное чутье подсказало Есенину, что в перечень крестьянских пророков было бы смешно вставить барина Городецкого, но все-таки от компании он не отставал. По ориентации на царское село тоже. Это последнее обстоятельство закреплено в любопытном документе. Дело в том, что помимо автобиографии, которую я цитировал выше, и которая написана летом 1922 года в Берлине, Есенин, уже по возвращении в Советскую Россию, составил вторую. После смерти Есенина она была напечатана в журнале «Красная Нива». По-видимому, эта вторая московская автобиография написана неспроста. Мне неизвестно, какие именно обстоятельства и воздействия вызвали ее к жизни и куда она была представлена, но в ней есть важные отличия от Берлинской. На сей раз Есенин в особом дополнительном отрывке рассказывает о том, про что раньше он совершенно молчал, именно о своих сношениях с высшими сферами и вообще о периоде 1915-1917 годов. Московская биография написана в том же непринужденном тоне, как и берлинская, но в ней чувствуется постоянная оглядка на советское начальство. Это сказалось даже в мелочах. Например, Есенин дату своего рождения приводит уже не по старому стилю, а по новому. 3 октября вместо 21 сентября. Церковно учительскую школу, в которой он обучался, теперь он предусмотрительно именует учительской просто и тому подобное. Что же касается неприятной темы о сношениях с царским селом, то вряд ли мы ошибемся, если скажем, что это и есть главный пункт, ради которого писана вторая автобиография. Об этих сношениях ходили слухи давно. По-видимому, для Есенина настал наконец момент отчитаться перед советскими властями по этому делу и положить предел слухам. Возможно, что это было как раз тогда, когда разыгралась история с антисоветскими дебошами Есенина. Так ли и начали Есенину на сей раз пришлось быть более откровенным. И хотя он отнюдь не был откровенен до конца, все же мы имеем признание довольно существенное. В 1916 году был призван на военную службу, пишет Есенин. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам, жил в Царском, недалеко от разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрицы. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивы, но очень грустны. Я ей ответил, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и прочее. Тут несомненно многое сказано и многое затушевано. Начать с того, что покровительство адъютанта императрицы ни простому деревенскому парню, ни русскому поэту получить было не так легко. Не с улицы же Есенин пришел к Ломану. Несомненно были какие-то связующие звенья, главное обстоятельства, в силу которых Ломан счел нужным принять участие в судьбе Есенина. Неправдоподобно и то, что стихи читались императрице просто по просьбе Ломана. По письмам императрицы к государю мы знаем, в каком болезненно нервозном состоянии находилась она в 1916 году и как старалась оттолкнуть от себя все, на чем не было санкций друга или его кругов. Ей было во всяком случае не до стихов, тем более никому не ведомого Есенина. В те дни и вообще-то получить у нее аудиенцию было трудно, а тут вдруг выходит, что Есенина она сама приглашает. В действительности, конечно, было иначе. Это чтение устроили Есенину лица, с которыми он был так или иначе связан и которые были близки к императрице. Есенин довольно наивным приемом пытается отвести мысль читателя от этих царскосельских кружков. Он как-то вскользь бросает фразу о том, что жил в царском недалеко от разумника Иванова. Жил-то недалеко, но общался далеко не с одним разумником Иванову. Далее Есенин пишет «Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя». Это уж решительно ни на что не похоже. Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ написать стихи в честь царя? К счастью или к несчастью, писанию или не писанию стихов в честь Николая Второго не придавали такого значения. Во-вторых, и это главное, трудно понять, почему Есенин считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царицы, а и посвящал их ей. Вот об этом последнем факте он тоже умолчал. Между тем летом 1918 года один московский издатель, библиофил и любитель книжных редкостей предлагал мне купить у него или выменить раздобытый окольными путями корректурный оттиск второй Есенинской книги «Голубень». Книга эта вышла уже после февральской революции, но в урезанном виде. Набиралась же она еще в 1916 году и полная корректура содержала целый цикл стихов, посвященных императрице. Не знаю, был ли в конце 1916 в начале 1917 года Есенин на фронте, но несомненно, что получить разрешение на посвящение стихов императрице было весьма трудно, и уж во всяком случае разрешение не могло быть дано солдату дисциплинарного батальона. Один из советских биографов Есенина, некто Георгий Устинов, по-видимому, хорошо знавший Есенина, историю о дисциплинарном батальоне рассказывает, хоть и очень темно, и, видимо, тоже не слишком правдиво, но все же как будто ближе к истине. Отметив, что литературное рождение Есенина было в грозе и буре патриотизма, и что оно пришлось кстати для общества распутинской складки, Устинов рассказывает, как во время войны Есенин по заказу каких-то кутящих офицеров принужден был писать какие-то стихи. О том, что дело шло о стихах в честь государя Устинов умалчивает, а затем прибавляет, что когда юноша-поэт взбунтовался, ему была указана прямая дорога в дисциплинарный батальон. Это значит, конечно, что за какой-то бунт, может быть, под пьяную руку, офицеры попугали Есенина дисциплинарным батальоном, которого он, по свидетельству Устинова, избежал. Надо думать, что впоследствии, будучи вынужден поведать большевикам о своих придворных чтениях, Есенин припомнил эту угрозу, и, чтобы уравновесить впечатление, выдал ее за действительную отправку в дисциплинарный батальон. Таким образом, он выставлял себя как бы даже революционером. Излагая дальнейшую жизнь Есенина Устинов, рассказывает, что при временном правительстве Есенин сблизился с эсерами, а после октября повернулся лицом к большевистским советам. В действительности таким перевертнем Есенин не был. Уже пишучи патриотические стихи и читая их в царском, он в той или иной мере был близок к эсерам. Недаром, уверяя, будто отказался воспеть императора, он говорит, что искал поддержки в Иванове разумники. Но дело все в том, что Есенин не двурушничал, не страховал свою личную карьеру и там и здесь, а вполне последовательно держался к люевской тактике. Ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что последнюю минуту примкнет к тем, кто первый подожжет Россию. Ждал, что из этого пламени фениксом, жаром птицею возлетит мужицкая Русь. После февраля он очутился в рядах эсеров. После раскола эсеров на правых и левых в рядах левых, там, где крайние, с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горючего материала. Программные различия были ему не важны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры, безразлично правые или левые, как позже большевики, были для него теми, кто расчищал путь мужику, и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь. Уже в 1918 году был он на каком-то большевистском собрании и приветливо улыбался решительно всем. Кто бы и что бы не говорил, потом желтоволосый мальчик сам возымел желание сказать слово и сказал, революция это ворон, ворон, которого мы выпускаем из своей головы на разведку. Будущее больше В автобиографии 1922 года он написал «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее». Левее значило для него «дальше, позже, за большевиками, над большевиками», «чем левее, тем лучше». Если припомним круг представлений, с которыми некогда явился Есенин в Петербург, я уже говорил, что они им скорее ощущались, чем сознавались, то увидим, что после революции они у него развивались очень последовательно, хотя, быть может, и ничего не выиграли в ясности. Небо корова, урожай телок, правда земная воплощение небесный. Земное также свято, как небесное, но лишь постольку, поскольку оно есть чистое, беспримесное продолжение изначального космогонического момента. Земля должна оставаться лишь тем, чем она создана, произрасталищем. Привнесение чего бы то ни было сверх этого, искажение чистого лика земли, помеха непрерывно совершающемуся воплощению неба на земле, земля-мать, родящая от неба. Единственное религиозно правое делание, помощь при этих родах, труд возле земли, земледелание, земледелие. Сам Есенин заметил, что образ телка, урожая, у него сорвался с языка. Вернувшись к этому образу уже после революции, Есенин внес существенную поправку. Ведь телок родится от коровы, как урожай от земли. следовательно, если ставить знак равенства между урожаем и телком, то придется его поставить и между землей и коровой. Получится новый образ земля-корова, образ древнейший, не Есенином созданный. Но Есенин как-то сам собственным путем на него набрел, а набредя почувствовал, что это в высшей степени отвечает самим основам его мироощущения. Естественно, что при этом первоначальная формула «небо-корова» должна была не то, чтобы вовсе отпасть, но временно видоизмениться. Впоследствии мы узнаем, что так и случилось. Есенин к ней вернулся. Россия для Есенина Русь Та плодородящая земля, родина, на которой работали его прадеды, и сейчас работают его дед и отец. Отсюда простейшее отожествление, если земля корова, то все признаки этого понятия могут быть перенесены на понятие Родина, и любовь к Родине олицетворится в любви к корове. Это и корове и несет Есенин благую весть о революции, как о предшественнице того, что уже больше революции. О, Родина, счастливый и неисходный час, нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз. Процесс революции представляется Есенину как смешение неба с землею, совершаемое в грозе и буре. Плечми трясем мы небо, руками зыбим мрак, и в тощий колос хлеба вдыхаем звездный злак. О, Русь, о, степи ветры, и ты, мой отчий дом, на золотой повете гнездится вешний гром, овсом мы кормим бурю, молитвой поем дол, и пашню голубую нам пашет разум вол. Грядущее то, что больше революции, есть уже рай на земле, и в этом раю мужик осанно в вышних холмы поют про рай, и в том раю я вижу тебя, мой отчий край. Под маврикийским дубом сидит мой рыжий дед, и светит его шуба горохом частых, звезд. И та кошачья шапка, что в праздник он носил, глядит, как месяц зябко на снег родных могил. Все, что в 1917-1918 годах левыми эсерами и большевиками выдавалось за контрреволюцию, было, разумеется, враждебно Есенину. Временное правительство и Корнилов, учредительное собрание и монархисты, меньшевики и банкиры, правые эсеры и помещики, немцы и французы, все это одинаково была гидра, готовая поглотить загоревшуюся звезду Восток. Возглашая, что в мужее чьих яслях родилось пламя к миру всего мира, Есенин искренне верил, например, что именно Англия особенно злоумышляет против. Сгинь ты, английская юда, расплещися по морям, наше северное чудо не постичь твоим сынам. Ему казалось, что Россия страдает, потому темные силы на нее ополчились. Господи, я верую, но введи в свой рай дождевыми стрелами мой пронзенный край. Так начинается поэма «Пришествие». Она примечательна в творчестве Есенина. В дальнейших строках Русь ему представляется тем местом, откуда приходит в мир последняя истина. За горой нехоженой в синеве долин снова мне, о, Боже мой, предстает твой сын. По тебе молюсь я из мужичьих мест, из прозревшей Руссии он несет свой крест. Далее силы и события, которые, как сдается Есенину, мешают пришествию истины, даны им в образе воинов, бечующих Христа, отрекающегося Симона Петра, предающего Иуды, и, наконец, Голгоф. Казалось бы, дело идет с несомненностью о Христе. В действительности это не так. Если мы внимательно перечтем революционные поэмы Есенина, предшествующие Инонии, то увидим, что все образы христианского мифа здесь даны в измененных или искаженных видах, в том числе образ самого Христа. Это опять, как и в ранних стихах, происходит от того, что Есенин пользуется евангельскими именами, произвольно вкладывая в них свое содержание. В действительности, в полном согласии с основными началами Есенинской веры, мы можем расшифровать его псевдо-христианскую терминологию и получим следующее. Приснодева равна земле, равна корове, равна Руси мужицкой. Бог-Отец равен небу, равен истине. Христос равен Сыну неба и земли, равен урожаю, равен телку, равен воплощению небесной истины, равен Руси грядущей. Для Есенинского Христа распятие есть лишь случайный трагический эпизод, которому лучше бы не быть и которого могло бы не быть, если бы не контрреволюция. Примечательно, что в пришествии подробно описаны бичевания, отречения Петра и предательства Иуды, а самое распятие, то есть хоть и временное, но полное торжество врагов, только робко и вскользь упомянуто. Это именно потому, что контрреволюция, с которой и так сказать, как с натуры Есенин писал муки своего Христа, в действительности ни секунды не торжествовало. Так что в сущности Есенинский Христос и не распят. Распятие упомянуто ради полноты аналогии для художественной цельности, но вопреки исторической и религиозной правде имею в виду религию Есенина. Потому-то пришествие и кончается как будто парадоксальным, но для Есенина вполне последовательным образом. Холмы поют о чуде, про рай звенит песок, о, верю, верю, будет телиться твой восток, в моря овса и гречи он кинет нам телка, но долог срок до встречи, а гибель так близка, то есть верю, что постреволюция будет, но боюсь контрреволюции. Потому и понятно Есенинское восклицание в начале следующей поэмы «Облаки лают, ревет златозубая ввысь, пою и взываю, Господи, оттелись». Последний стих в свое время вызвал взрыв недоумения и негодования. И то, и другое напрасно. Нечего было недоумевать, ибо Есенин даже не вычурно, а с величайшей простотой, с точностью, доступной лишь крупным художникам, высказал главную свою мысль. Негодовать было тоже напрасно, или, по крайней мере, поздно, потому что Есенин обращался к своему языческому Богу с верою и благочестием. Он говорил, «Боже мой, воплоти свою правду в Руси грядущей». А что он узурпировал образы и имена веры Христовой, этим надо было возмущаться гораздо раньше, при первом появлении не Есенина, а Клюева. И Несомненно, что и телок Есенинский, как ни неприятно это высказать, есть пародия Агнца. Агнец заклонный, телок же благополучен, рыж, сыт, и обещает благополучие и сытость. От утра и от полудня под поющий в небе гром, словно ведра наши будни он наполнит молоком, и от вечера до ночи незакатный славе край будет звездами пророчить среброзлачный урожай. Таково будет царство телка, и оно будет новая Русь, преображенная, иная, не Русь, а Инония. Прямых проявлений вражды к христианству в поэзии Есенина до Инонии не было, потому что и не было к тому действительных оснований. По-видимому, Есенин даже считал себя христианином, самая для него ценная вера в высшее назначение мужицкой Руси и в самом деле могла ужиться не только с его полуязычеством, но и с христианством подлинным. Если и сознавал Есенин кое-какие свои расхождения, то только с христианством историческим. При этом он, разумеется, был уверен, что заблуждение исторического христианства ему хорошо известны, и что он, да Клюев, да еще кое-кто, очень даже способны вывести это христианство на должный путь. Что для этого надо побольше знать и в истории, и в христианстве, с этим он не считался, как вообще не любят считаться с такими вещами даровитые русские люди. Полагался он больше на связь с народом и с землей, на твердую уверенность, что народ и земля это и суть источники истины, да еще на свою интуицию, которую обладал в сильной степени. Но интуиция бесформенно, не связна и противоречива. Отчасти чувствуя это, за связью, за оформлением шел Есенин к другим. В поисках мысли, которая стройно облекла бы его чувства, подпадал под чужие влияния. В 1917 году влияние Клюева, по существу близкого Есенину, сменилось левоэсеровским. Тут Есенину объяснили, что грядущая Русь, мечтавшаяся ему, это и есть новое государство, которое станет тоже на религиозной основе, но не языческой и не христианской, а на социалистической. Не на вере в спасающих богов, а на вере в самоустроенного человека. Объяснили ему, что есть социализм и социализм, что социализм с маленькой буквы, только социально-политическая программа, но есть и социализм с буквы заглавной. Он является религиозной идеей, новой верой и новым знанием, идущим на смену знанию и старой вере христианства. Это видят, это знают лучшие даже из профессиональных христианских богословов. Новая вселенская идея социализм будет динамитом, она раскует цепи, еще крепче прежнего, заклепанные христианством на теле человечества. В христианстве страданиями одного человека спасался мир. В социализме грядущем страданиями мира спасен будет каждый человек. Эти цитаты взяты из предисловия Иванова-Разумника к Есенинской поэме. Хронологически статья писана после Инонии, но внутренняя последовательность их, конечно, обратная. Не Инония навела Иванова-Разумника на высказанные в его статье новые или неновые мысли. А Инония явилась ярким поэтическим воплощением всех этих мыслей, привитых Есенину Ивановым-Разумником. Не устрашуся гибели, ни копий, ни стрел дождей. Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей. Тут Есенин заблуждался. Инонию он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же, вернее, было сказать не по Библии, а по Иванову-Разумнику. Есенин со своей непосредственностью перестарался. Поэма получилась открыта, антихристианская и глубоко кощунственная. По каким-то соображениям Иванов-Разумник потом старался затушевать и то, и другое, свалив с больной головы на здоровую. Он уверяет, что Есенин борется не с Христом, а с тем лживым подобием его, с тем антихристом, под властной рукой которого двадцать веков росла и ширилась историческая церковь. По Иванову-Разумнику выходит, что они-то с Есениным и пекутся о вере Христовой. Правда, он тут же и проговаривается, что эта вера им дорога только как предшественница большей истины грядущего социализма, который и ее самое окончательно исправит и тем самым упразднит, чтобы отныне мир больше уж не спасался страданиями одного человека. Нет уж, честное антихристианство Есенина в Инонии больше располагает к себе, чем его Ивановская интерпретация. Не будем играть словами. Есенин в Инонии отказался от христианства вообще, не только от исторического, а то, что свою истину он продолжал именовать Иисусом, только без креста и мук, с христианской точки зрения, было наиболее кощунственно. Отказался, быть может, с наивной легкостью, как перед тем наивно считал себя христианином, но это не меняет самого факта. Другое дело, литературные достоинства Инонии. Поэма очень талантлива, но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запасшись таким нарядом, читатель духовно безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты Инонии. Инония была лебединой песней Есенина как поэта революции и чаемой новой правды. Заблуждался он или нет, сходились или не сходились в его писаниях логические концы с концами, худо ли, хорошо ли, как не судить, а несомненно, что Есенин высказывал, выпивал многое из того, что носилось в тогдашнем катастрофическом воздухе. В этом смысле, если угодно, он действительно был пророком. Пророком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, ошибок, но пророком. С Инонией он высказался весь до конца. После нее ему в сущности сказать было нечего. Слово было за событиями. Инония реальная должна была настать или не настать. По меньшей мере Россия должна была к ней двинуться или не двинуться. Весной 1918 года я познакомился в Москве с Есениным. Он как-то физически был приятен. Нравилась его стройность, мягкие, но уверенные движения, лицо некрасивое, но миловидное. А лучше всего была его веселость, легкая, бойкая, но нешумная и не резкая. Он был очень ритмичен, смотрел прямо в глаза и сразу производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное, отличнейшего товарища. Мы нечасто встречались и почти всегда на людях. Только раз прогуляли мы по Москве всю ночь вдвоем. Говорили, конечно, о революции, но в памяти остались одни незначительные отрывки. Помню, что мы простились уже на рассвете у дома, где жил Есенин на Тверской возле Постниковского пассажа. Прощались довольные друг другом. Усердно звали друг друга в гости. Да так оба и не собрались. Думаю, потому, что Есенину был не по душе круг моих друзей, мне же его окружение. Вращался он тогда в дурном обществе. Преимущественно это были молодые люди, примкнувшие к левым эсерам и большевикам, довольно невежественные, но чувствовавшие решительную готовность к переустройству мира. Философствовали непрестанно и непременно в экстремистском духе. Люди были широкие, мало ели, но много пили. Не то пламенно веровали, не то пламенно кощунствовали. Ходили к проституткам проповедовать революцию и били их. Основным образом делились на два типа. Первый мрачный брюнет с большой бородой. Второй белокурый юноша с длинными волосами и серафимическим взором слегка нестеровского облика. И те, и другие готовы были ради ближнего отдать последнюю рубашку и загубить свою душу. Самого же ближнего тут же расстрелять, если того потребует революция. Все писали стихи и все имели непосредственное касательство к ЧК. Кое-кто из серафимических блондинов позднее прославился именно на почве расстреливания. Думаю, что Есенин знался с ними из небрезгливого любопытства и из любви к крайностям, каковы бы они ни были. Помню такую историю. Тогда же весной 1918 года Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную. Сами приходите и вообще публику приводите. Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порою вставлял словцо и неглупое. Это был Блюнкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса Ка. Приглянулась она Есенину, стал ухаживать, захотел щегольнуть и простодушно предложил поэтессе. А хотите поглядеть, как расстреливают? Я это вам через Блюнкина в одну минуту устрою. Кажется, жил он довольно бестолково. В ту пору сблизился и с большевистскими сферами. Еще ранее, чем инонию, написал он стихотворение «Товарищ», вещь очень слабую, но любопытную. В ней он впервые расширил свою социальную базу, выведя рабочих. Рабочие вышли довольно неправдоподобны, но важно то, что в число строителей новой истины включался теперь тот самый пролетариат, который вообще трактовался крестьянскими поэтами, как хулиган и шпана. Перемена произошла с разительной быстротой и неожиданностью, что опять-таки объясняется теми влияниями, под которые подпал Есенин. В начале 1919 года вздумал он записаться в большевистскую партию. Его не приняли, но намерение знаменательно. Понимал ли Есенин, что для пророка того, что больше революции, вступление в РКП было бы огромнейшим понижением, что из созидателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя РСФСР. Думаю, не понимал. В ту же пору с наивной гордостью он воскликнул «Мать моя Родина! Я большевик!» Пророческий период кончился. Есенин стал смотреть не в будущее, а в настоящее. Если бы его приняли в РКП, из этого бы не вышло ничего хорошего. Увлечение пролетариатом и пролетарской революцией оказалось непрочно. Раньше, чем многие другие, соблазненные дурманом военного коммунизма, он увидел, что дело не идет не только к социализму с большой буквы, но даже и с самой маленькой, понял, что на пути в Инонию большевики не попутчики. И вот он бросает им горький и ядовитый упрек, веслами отрубленных рук вы гребете в страну грядущего. У него еще не хватает мужества признать, что Инония не состоялась и не состоится. Ему еще хочется надеяться, он вновь обращает все упования на деревню, он пишет Пугачева, а затем едет куда-то в деревню прикоснуться к земле, занять у нее новых сил. Деревня не оправдала надежд, Есенин увидел, что она не такова, какой он ее воспел. Но по слабости человеческой он не захотел заметить внутренних органических причин, по которым она и после грозы и бури не двинулась по пути к Инонии. Он валит вину на город, на городскую культуру, которой большевики, по его мнению, отравляют деревянную Русь. Ему кажется, что виноват, прибежавший из города автомобиль, трубящий в погибельный рог. По какой-то иронии судьбы, только теперь, когда заводы и фабрики фактически остановились, он вдруг их заметил, и ему чудится, будто они слишком близко стали к деревне и отравляют ее. О, электрический восход, ремней и труб, глухая хватка, сей из бревенчатый живот, трясет стальная лихорадка. И промчавшийся поезд, за которым смешно и глупо гонится жеребенок, он проклинает, черт бы взял тебя, скверный гость, наша песня с тобой не сживется, жаль, что в детстве тебя не пришлось утопить, как ведро в колодце, хорошо им стоять и смотреть, красить арты в жестяных поцелуях, только мне, как псаломщику, петь над родимой страной аллилуйя. Оттого-то в сентябрьскую склень, на сухой и холодный суглинок, головой размозжась об плетень, облилась кровью ягод рябина, оттого-то вросла тужиль в переборы тальянки звонкой, и соломой пропавший мужик захлебнулся лихой самогонкой. Надвигающаяся власть города вызывает в нем безнадежность и озлобление. Мир таинственный, мир мой древний, ты, как ветер, затих и присел, вот сдавили за шею деревню каменные руки шоссе. Он сравнивает себя последнего поэта деревни с затравленным волком, который бросается на охотника. Как и ты, я всегда наготове, и хоть слышу победный рожок, но отпробует вражеской крови мой последний смертельный прыжок. Он вернулся в Москву в угнетенном состоянии. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Избы и дома ему одинаково не милы. ему хочется стать бродягой оттого, что в полях забулдыги ветер больше поет, чем кому. Он готов прикрыть свою скорбь юродством, чудачествами, оттого, что без этих чудачеств я прожить на земле не могу. Так пророк несбывшихся чудес превращается в юродивого. Но это еще не последнее падение. Последнее наступило, когда Есенин загулял, запил. Ему чудится, что вся Россия запила с горя от того же, отчего и он сам. Оттого, что не сбылись ее надежды на то, что больше революции левее большевиков. Оттого, что былое она сгубила, а к тому, о чем мечтала, не приблизилась. Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают московскую Русь, и я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином. Что-то злое во взорах безумных, непокорное в громких речах, жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. Где ж вы те, что ушли далече? Ярко ль светят вам наши лучи? Гармонист спиртом сифирес лечит, что в киргизских степях получил? Нет, таких не подмять, не рассеять, бесшабашность им гнилью дана. Ты рассея моя, рассея азиатская сторона. С этой гнилью, с городскими хулиганами, Есенину все же легче, нежели с благополучными мещанами советской России. Теперь ему стали мерзкие большевики и те, кто с ними, опостылили былые приятели, занявшие более или менее кровавые, но теплые места. Я обманывать себя не стану, залегла забота в сердце мглистом. Отчего прослыл я шарлатаном, отчего прослыл я скандалистом, не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал несчастных по темницам, я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам, средь людей я дружбы не имею, я иному покорился царству, каждому здесь кобелю на шею, я готов отдать мой лучший галстук. К опозорившим себя революционерам он не пристал, а от родной деревни отстал. Да, теперь решено, без возврата, я покинул родные поля. Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать, я собираю пробки, душу мою затыкать. В литературе он примкнул к таким же кругам, к людям, которым терять нечего, к поэтическому босячеству. Есенина затащили в имажинизм, как затаскивали в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов. Они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача. Падая все ниже, как будто нарочно стремясь удариться о самое дно, прикоснуться к последней грязи тогдашней Москвы, он женился. На этой полосе его жизни я не буду останавливаться подробно. Она слишком общеизвестна. Свадебная поездка Есенина и Дункан превратилась в хулиганское турне по Европе и Америке, кончившееся разводом. Есенин вернулся в Россию. Начался его последний период, характеризуемый быстрой сменой настроений. Прежде всего Есенин по-видимому захотел успокоиться и очиститься от налипшей грязи. Зазвучала в нем грустная примиренность, покорность судьбе, и мысли, конечно, сразу обратились к деревне. Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. И во мне вот под тем же законом умеряется бешеный пыл, но и все ж отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил. В те края, где я рос под кленом, где развился на желтой траве, шлю привет воробьям и воронам, и рыдающий в ночь совет. Я кричу им в весенние дали, птицы милые, в синюю дрожь, передайте, что отскандалил. Он пишет глубоко задушевное письмо матери. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось, слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. Наконец, он и в самом деле поехал в родную деревню, которой не видал много лет. Тут ждало его последнее разочарование, самое тяжкое, в сравнении с которым все бывшие раньше ничто. Перед самой революцией в декабре 1916 года крестьянский поэт Александр Ширяевец, ныне тоже покойный, прислал мне свой сборник запевки с просьбой высказать о нем мое мнение. Я прочел книжку и написал Ширяевцу, указав откровенно, что не понимаю, как могут писатели из народа, знающие мужика лучше, чем мы интеллигенты, изображать этого мужика каким-то сказочным добрым молодцем, вроде Чурилы Пленковича в шелковых лопатках. Ведь такой мужик, какого же вописуют крестьянские поэты, вряд ли когда и был, и уж во всяком случае, больше его нет и не будет. 7 января 1917 года Ширяевец мне ответил таким письмом. Многоуважаемый Владислав Филицаныч, очень благодарен вам за письмо ваше. Напрасно думаете, что буду гневаться за высказанное вами. Наоборот, рад, что слышу искренние слова. Скажу кое-что в свою защиту. Отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет. Но не потому ли он и так дорог нам, что его скоро не будет? И что прекраснее, прежнее чурило в шелковых лопатках с припевками да присксками или нынешнего дня чурило, в американских щеблетах с Карлом Марксом или летописью в руках, захлебывающиеся от открываемых там истин. Ей-богу, прежней мне милее. Знаю, что там, где были русалочьи омуты, скоро поставят купальни для лиц обоего пола со всеми удобствами, но мне все же милее омуты, а не купальни. Ведь не так-то легко расстаться с тем, чем жили мы несколько веков. Да и как не уйти в старину от теперешней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно лозунгами. Пусть уж о прелестях современности пишет Брюсов, а я поищу жар-птицу, пойду к Тургеневским усадьбам, несмотря на то, что в этих самых усадьбах предков моих били смертным боем. Ну, как не очароваться такими картинками? Далее следует полностью стихотворение Клычкова «Мельница в лесу», которая опускаю, Ходосевич. И этого не будет. Придет предприимчивый человек и построит, уничтожив мельницу, какой-нибудь грандотель, а потом тут вырастет город с фабричными трубами, и сейчас уж у лазоревого плеса сидит стриженная курсистка или с Венингером в руках, или с ключами счастья. Извините, что отвлекаюсь, Владислав Филиционович. Может быть, чушь несу я страшную? Это все потому, что не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку. А без сказки какое житье на свете? Очень ценные мысли ваши, и согласен я с ними, но пока потопчусь на старом месте около мельниковой дочери, а не стриженной курсистки. О современном, о будущем пусть поют более сильные голоса. Мой слаб для этого. Конец письма опускаю, он не имеет отношения к данной теме, Ходосевич. Когда Ширяевец мне писал, отлично знаю, что такого народа, о каком поют Клюев, Клычков, Есенин и я, скоро не будет, знал ли он, что в действительности не только скоро не будет, а уже нет, а вернее, совершенно такого былинно-песенного народа никогда и не было. Думаю, знал, но старался эту мысль гнать от себя, жил верою в идеального мужика, в сказку, а без сказки какое житье на свете. Ширяевец ненапрасно упомянул Есенина. Весь пафос есенинской поэзии был основан на вере в этот воображаемый народ. И Есенин жил в сказке, лучшей страницей которой была Инония, светлый град, воздвигаемый мужиком. Первый удар мечте нанесен был еще до женитьбы Есенина. Но мы уже видели, что тогда Есенин не отважился признать правду. Все несоответствие между мечтой и действительностью он не только свалил на вторжение города в жизнь деревни, но и продолжал верить, будто это вторжение лишь механично и ничего не меняет в сущности деревни. Ему даже мерещилось, что придет пора, деревня захочет и сумеет за себя постоять. Теперь после долгого отсутствия, вновь приехав в деревню, Есенин увидел всю правду. Вновь посетив родимые места, он с ужасом замечает, какое множество открытий за мною следовало по пятам. Сперва он не узнает местность, потом не сразу находит дом матери, потом встретив прохожего, не узнает в нем родного деда, того самого, которого он некогда так ясно себе представлял сидящим в раю под маврикийским дубом, потом узнает, что сестры стали комсомолками, что на церкви комиссар снял крест, пришли домой, он видит на стенке календарный Ленин. И вот, чем мать и дед грустней и безнадежней, тем веселей сестры смеется род. Сестра же, раскрыв как Библию пузатый капитал, разводит ему о Марксе Энгельсе. Ни при какой погоде я этих книг конечно не читал. И, слушая сестриной речи, он вспоминает, как еще при его приближении к дому, по-байроновски наша собачонка меня встречает лаем у ворот. Как видим, дед и мать, безнадежно глядящие на сестер, представляются Есенину последними носителями мужицкой правды. Есенин утешается тем, что хоть в прошлом эта правда все же существовала. Но в стихотворении «Русь советская», получившем такую широкую известность, Есенин идет еще дальше. Он прямо говорит, что ни в чьих глазах не находит себе приют, ни у молодых, ни даже у стариков. Той Руси деревянной, из которой должна была возникнуть инония, нет. Есть грубая, жестокая, пошлая Русь советская, распевающая агитки Демьяна бедного. И Есенину впервые является мысль о том, что не только нет, но, может быть, никогда и не было той Руси, о которой он пел, что его вера в свое посланничество от народа была заблуждением. Вот так страна. Какого ж я рожна, орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен. Он прощается с деревней, обещая смиренно принять действительность, как она есть. Теперь кончены не только мечты об Инонии, это случилось раньше, теперь оказалось, что Инонии неоткуда было и взяться, мечтой оказалась сама идеальная изгоная Русь. Но смирение Есенина оказалось непрочно. Вернувшись в Москву, глубоко погрузясь в Неповское болото, за границу уехал он в самом начале Непа, ощутив всю позорную разницу между большевистскими лозунгами и советской действительностью даже в городе, Есенин впал в злобу. Он снова запил, и его пьяные скандалы сперва приняли форму антисемитских выходок. Тут отчасти заговорила в нем старая закваска, и злоба Есенина вылилась в самой грубой и примитивной форме. Он и Клычков, принимавший участие в этих скандалах, были привлечены к общественному суду, который состоялся в так называемом доме печати. О бестактности и унизительности, которыми сопровождался суд, сейчас рассказывать преждевременно. Есенина и Клычкова простили. Тогда начались кабацкие выступления характера антисоветского. Один из судей, Андрей Соболь, впоследствии тоже покончивший с собой, рассказывал мне в начале 1925 года в Италии, что так крыть большевиков, как это публично делал Есенин, не могло и в голову прийти никому в советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян. Относительно же Есенина был только отдан в 1924 году приказ по милиции доставлять в участок для вытрезвления и отпускать, не давая делу дальнейшего хода. Вскоре все милиционеры центральных участков знали Есенина в лицо. Конечно, приказ был отдан не из любви к Есенину и не в заботах о судьбе русских писателей, а из соображений престижа. Не хотели подчеркивать и официально признавать расхождение между рабочей крестьянской властью и поэтом, имевшим репутацию крестьянского. Однако и скандалы сменились другими настроениями. Есенин пытался ездить, побывал на Кавказе, написал о нем цикл стихов, но это не дало облегчения. Как бывало и раньше, захотел он повернуть к родному краю. Снова пытался смириться, отказавшись от Энонии и от Руси, принять и полюбить союз советских республик, каков он есть. Он добросовестно даже засел за Библию СССР, за Маркса в капитал, и не выдержал, бросил. Пробовал уйти в личную жизнь, но и здесь, видимо, не нашел опоры. Чуть ли не каждое его стихотворение с некоторых пор стало кончаться предсказанием близкой смерти. Наконец, он сделал последний действенный вывод из тех стихов, которые написал давно, когда правда, а не состоявшаяся инония только еще начинала ему открываться. Друг мой, друг мой, прозревшие вежды закрывает одна лишь смерть. Есенин прозрел окончательно, но видеть того, что творится вокруг, не хотел. Ему оставалось одно — умереть. История Есенина есть история заблуждений. идеальной мужицкой Руси, в которую верил он, не было. Грядущая инония, которая должна была сойти с неба на эту Русь, не сошла и сойти не могла. Он поверил, что большевистская революция есть путь к тому, что больше революции, и она оказалась путем к последней мерзости, к НЭПу. Он думал, что верует во Христа, а в действительности не веровал. Но отрекаясь от Него и кощунствуя, пережил всю муку и боль, как если бы веровал в самом деле. Он отрекся от Бога во имя любви к человеку, а человек только и сделал, что снял крест с церкви, да повесил Ленина вместо иконы и развернул Маркса как Библию. И однако сверх всех заблуждений и всех жизненных падений Есенина остается что-то, что глубоко привлекает к нему. Точно сквозь все эти заблуждения проходит какая-то огромная драгоценная правда. Что же так привлекает к Есенину и какая это правда? Думаю, ответ ясен. Прекрасно и благородно в Есенине то, что он был бесконечно правдив в своем творчестве и пред своей совести, что во всем доходил до конца, что не побоялся сознать ошибки, приняв на себя и то, на что соблазняли его другие, и за все захотел расплатиться ценой страшной. Правда же его любовь к родине, пусть незрячая, но великая. Ее исповедовал он даже в облике хулигана. Я люблю родину, я очень люблю родину. Горе его было в том, что он не сумел назвать ее. Он воспевал и бревенчатую Русь, и мужицкую Русию, и социалистическую Инонию, и азиатскую Россию, пытался принять даже СССР. Одно лишь верное имя не пришло ему на уста Россия. В том и была его главная горькая ошибка, главное заблуждение, не злая воля. Тут и завязка и развязка его трагедии. Шевиль, февраль 1926 года. Горький Я помню отчетливо первые книги Горького. Помню обывательские толки о новоявленном писателе Босике. Я был на одном из первых представлений на дне и однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное песнью о соколе. Но все это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на капре и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал все и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был также чужд. В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство «Парус» собирается выпускать детские книги и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племяннице, жившей в Петербурге. Ее пригласили в Парус, там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме. Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство «Всемирная литература», меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца, в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, с куластой, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской. В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жутк. По улицам мимо заколоченных магазинов лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер к ней собирались люди. Приходили Тихонов и Гржебин, ворочавшие делами всемирной литературы. Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин во фраке с какого-то дипломатического обеда, хотя я и не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии. Сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького, работа моей племянницы, стоял в комнате больного. У него попросили разрешение меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился. В столовой шли речи о голоде, о гражданской войне. Барабаня пальцами по столу и, глядя поверх собеседника, Горький говорил «Да, плохи дела, плохи дела». И не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастную петербургскую ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на большую монетную. Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского Союза Писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас согласился и подписал заявление, под которым по уставу должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Болтрушайтис и Я. Эта забавная бумага вероятно найдется в архиве Союза, если он сохранился. Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня сроку, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили. Прощаясь со мной, Горький сказал, перебирайтесь-ка в Петербург, здесь надо служить, а у нас можно еще писать. Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького Мария Игнатьевна Бенкендорф, впоследствии баронесса Бутберг. Жила маленькая студентка-медичка по прозванию Молекула, славная девушка-сирота, дочь давнишних знакомых Горького. Жил художник Иван Николаевич Ракицкий, наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким. Не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов. С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчия. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители. По делам дома искусства, дома литераторов, дома ученых, всемирной литературы приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие, приходили рабочие и матросы просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области. Приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, пищу, бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных. Словом, все, чего нельзя было достать без протекции. Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человек в просьбе. Это был клоун Дель Вари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал, «Обдумал я вашу просьбу, глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так уж вы простите великодушно». И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись. Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно. Грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать. Мне стелили в столовой на оттаманке. Поздним вечером суета стихала. Наступал час семейного чаепития. Я остановился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел шармировать нового человека. Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы. Неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний. Как бы то ни было, эти ложные импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии каюсь. Я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились. Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весною 1921 года. Присутствовали Лошевич Ионов Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек, вловко сидевший на нем гимнастерке. Он говорил кучу лесных вещей, цитировал наизусть мои стихи, мы расстались с друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев. Вражда Горького с Зиновьевым, впоследствии сыгравшая важную роль и в моей жизни, закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был вынужден покинуть не только Петербург, но и Советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 года обстоятельства личной жизни привели привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Сааров, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 года я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально все объяснялось болезнью Горького. Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем в ноябре уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал и Горький, поселившийся в отеле Беранек, где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбат. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 года, и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля, в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября мы съехались с Горьким в Соренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал. Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одной кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основание думать, что хорошо знал и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранило память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места, и потому что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького. Я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит. Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться. Большая часть моего общения с Горьким протекала в обстановке почти деревенской. Когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни, поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек. День его начинался рано. Он вставал часов в восемь утра и, проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек. Стело никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мунштуков красных, желтых, зеленых курил он много. Часы от прогулки до ужина уходили по большей частью на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и расставлял пропущенные знаки припинания. Так же поступал он и с книгами. С напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял в них все опечатки. Случалось он, то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал. Часов в семь бывал ужин, а затем чай и общий разговор, который по большей части кончался игрой в карты, либо в пятьсот одно, говоря словами Державина по грошу в долг и без отдачи, либо в бридж. В последнем случае происходило собственно шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия. Он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмый робко спрашивал «Позвольте, а что были козыри?» Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил больше всего. Другое дело партнеры его. Они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось наконец установить бриджевую повинность, играли по очереди. Около полуночи он уходил к себе и либо сам писал, облачаясь в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работу проводил в сутки часов десять, а то и больше. Ленивых он не любил и имел на то право. На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил все, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными, на вопрос откуда он это знает, вскидывал он плечами и удивлялся. Да как же не знать, помилуйте, об этом была статья в Вестнике Европы за 1887 год в октябрьской книжке. Каждой научной статье он верил свят. Зато к билетристике относился с недоверием и всех билетристов подозревал в искажении действительности. Смотря на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман «Наживина» о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно трудился три дня. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина, героя романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани. Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса, закричал он. После рейса буфет не работает. Такие вещи знать надо. Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад, и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то все же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как думала публика. В общем, он был бодр, крепок, недаром и прожил до шестидесяти восьми лет. Легендую о своей тяжелой болезни, он давно привык пользоваться всякий раз, когда не хотел куда-нибудь ехать, или наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей, но дома перед своими он не любил говорить о болезни, даже тогда, когда она случалась действительно. Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы, он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды еще в Петербурге ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу. Но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию, собственноручно вытаскивал из раны осколки костей. Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть и речь. Все росказни о виллах, принадлежащих Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бередили в себе и лелеяли как душевную рану, ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фильетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить. В 1927-1928 годах я несколько раз указывал покойному Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на капре, хотя бы потому, что Горький живет в Соренто, что уже 15 лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на капре. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии. В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась Сорентийской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот я должен покаяться перед человечеством. Эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию. Приехав в Соренто весной 1924 года, Горький поселился в большой, неуютной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря. Ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Соренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать, я отправился с ним. Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы. Под южным ее фасадом находился обрыв сожжений в пятьдесят прямо в море. Северный фасад лишь узкую полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как и весь Амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояло на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в то время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто, саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув на дно вообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился, других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфе, а когда возвращались назад, часа через два, то в километре от нашей виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу. Пока мы обедали, случился очередной обвал. Выбора не оставалось. Сняли ту самую виллу Иль-Сорито, которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Соренто, а в полутора километрах от него, на сорентинском мысу Капо ди Соренто. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Костеломаре. Внутри она имела важные недостатки. В ней было очень мало мебели, и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные камины с сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна. Сняли ее за 6 тысяч лир в год, что равнялось тогда 5 тысячам франков. В верхнем ее этаже была столовая, комната Горького, спальня и кабинет вместе, комната его секретарши, баронессы Бутберг, комната Берберовой, моя комната и еще одна маленькая для приезжих. Внизу по бокам небольшого холла были еще две комнаты. Одну из них занимали Максим и его жена, а другую ракицкий художник, болезненный и необыкновенно милый человек. Еще в Петербурге в 1918 году во время солдатчины он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен и как-то случайно остался в доме на долгие годы. К этому основному населению надо прибавить мою племянницу, прожившую на Сорито весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству в отеле Минерва, писатель Андрей Соболь, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством из Праги и Муратов Пал Палыч. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа. Жизнь в двух этажах протекала не одинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет по тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозванию Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно. Это мой карандаш. Нет, мой, нет, мой. На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма. Его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. Свежий воздух — яд для организма, говорил он. Стоя в дыму, он кричал — Максим, сейчас же отдай карандаш Тимош. Да он же мне нужен. Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить. Максим отдает карандаш и уходит надув губы. Но глядишь, через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает. Он был славный парень, веселый, уживчивый, он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому что вырос среди них, и они всегда его баловали. Он говорил Владимир Ильич, Феликс Эдмундович, но ему больше шло бы звать их дядя Володя, дядя Феликс. Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький, души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел. Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Соренто пить кофе. Однажды все ее компании были в синематографе, в Сочельник на детской половине была елка с подарками, я получил пассиансные карты, Алексей Максимович теплые кальсоны. Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки ости, бутылку мандаринного ликера, конфет, и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон. Максим поясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали, солнце всходит и заходит. Он сперва умолял перестаньте вы, черти драповые, потом вставал и, сгорбившись, уходил наверх. Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель Минерва заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу туда и обратно с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку Минерва сеньору Кокачи, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого, однажды он выразился положение, Кокачи которого быть не может. Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капре и проводит время чуть ли не в Оргиях. О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках, где бы он не появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два, по три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдотом. Слава приносила ему много денег. Он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной Сорентинской площади, извозчик домой из города. Положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг людей, бывших у него на постоянном ждевении, был очень велик. Я думаю, не меньше человек пятнадцати в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самые разнообразные касательства, от родственников и свойственников, до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных. Между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто. Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях, Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами, вплоть до вымогательства. Те же лица, порой люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной мере прибыльно и, согласными усилиями, дружным напором направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины — привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, и самим вероятно несознаваемая, заключалась в особенном очень важном обстоятельстве, в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь. Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла, а отчасти была им вычитана, мечта об иных лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босика, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой. Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы, исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следственно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих малореальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь. Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтою о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна была надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда? Горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел или его научили видеть ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе. Я опишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть, лучшем из всего, что им написано, и, несомненно, центральном в его творчестве, я имею в виду пьесу на дне. Ее основная тема правда и ложь. Ее главный герой, странник Лука, старец лукавый. Он является, чтобы обольстить обитателей дна утешительной ложью о существующем где-то царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной. Лука наделал хлопот марксистской критики, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы. Лука с его веруя в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому в виде корректива противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьес. Ложь о религии рабов и хозяев правда бог свободного человека, провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина по сравнению с образом Луки написан бледно и, главное, нелюбовно. Положительный герой менее удался горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что в предвидении будущих обвинений против Луки Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них молчать вы все скоты, дубьё, молчать о старике, старик не шарлатан, я понимаю старика, да, он врал, но это из жалости к вам, черт вас возьми, есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему, есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влияние Луки. Старик, он умница, он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету, выпьем за его здоровье. Знаменитая фраза «Человек это великолепно», это звучит гордо, вложена также в уста Сатина, но автор про себя знал, что кроме того, это звучит очень горько, вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной, единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима, без непрестанного преодоления действительности, надежды. Способность человека осуществить надежду ценил он невысоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты, приводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечества, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты делом великого человеколюбия. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей на дне, заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда сон золотой заключался в мечте о социальной революции, как панацеи от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем, не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху, с такой же страстностью, он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию, он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чеже, который лгал и одятли неизменном любителе истины, вся его литературная, как и вся жизненная деятельность, проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду», писал он Кусковой в 1929 году. «Мне так и кажется, что я вижу, как он со злым лицом, ощетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова». 13 июля 1924 года он писал мне из Соррент. «Тут, знаете, сезон праздников, чуть ли ежедневно фейерверки, процессии, музыка и ликование народа. А у нас?» «Думаю я, и извините, до слез, до ярости, завидно и больно, и тошно» и так далее. Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива, то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал «Это в Торре анунциата, а это у Геркуланума, а это в Неаполе, ух, ух, как зажаривают». Этому великому реалисту поистине нравилось только все то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам его же и бронил, но первая реакция почти всегда была слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот написано, создано, вымышлено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями. Вторая половина каждого рассказа, который он не читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и протирании затуманившихся очков. Он в особенности любил писателей молодых, начинающих. Ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных, он не обескураживал. Разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кощунством. Главное же, в начинающем писателе, опять-таки, в очень даже малообещающем, он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним. Замечательно, что к писателям, уже установившимся, он относился иначе. Действительно, выдающихся он любил, как, например, Бунина, которого понимал, или заставлял себя любить, как, например, Блока, которого в сущности не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать. Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое в самом деле им более свойственно, чем писателям, действительно выдающимся. Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое, содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели, вплоть до изобретателей перпетум-мобиля одинаково. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире. Он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров, до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочные гайоры великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души. Недаром того же Сатина из-на-дне, положительного героя и глашатые новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером. Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или озорства, вплоть до маньяков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видел, чтобы, закуривая, он потушил спичку. Он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих, а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, эти семейные пожарчики, как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома, часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно, и как будто только для того, чтобы в конце прибавить уже задорно и весело, что в один прекрасный день эти опыты, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик. И он прищелкивал языком. От поджигателей через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знавать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Аллесио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь, их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая ограничилась поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого Кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей многолетней революционной работе. Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать домом ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать дом ученых Роде вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней. Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обрастать при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость. Должно быть, видел в ней отцвет бунтарства и озорства. Он и сам в домашнем быту не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать «Сорентинскую правду» рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. Вышло номера три или четыре. Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором, ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши. Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющей, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового и объявил во, глядите-ка, я спер у Марьи Игнатьевны десять лир, айда в Соррент. Мы пошли в Соррент и пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовичу ту самую криминальную десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера. В помощи деньгами или хлопотами он не отказывал никогда, но в его благотворительстве была особенность. Чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем горький был к нему внутренне равнодушнее, и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше. Он не выносил уныния и требовал от человека надежды, во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный упорный эгоизм. В обмен на свое участие он требовал для себя право мечтать о лучшем будущем, того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады. Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине, он относился как к проявлению метафизической злого начала. Разрушенные мечта словно труп вызывала в нем брезгливость и страх. Он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного приподнятого настроения. Осенью 1920 в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем празднества. В надне, в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и барон, стоя на пороге, кричит, «Эй, вы, идите сюда, на пустыре там актер удавился». В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает, «Эх, испортил песню, дурак». На этом занавес падает. Неизвестно, кого бронит Сатин, актера, который не кстати повесился, или барона, принесшего об этом известие, всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты в порче песни. В этом весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему, «Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана». В гневе начал он чудесить, и гонца велел повесить. Он ответил, насупившись, «Умный царь, дурных вестников обязательно надо казнить». Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда в ответ на низкие истины Кусковой ответил ей яростным пожеланием как можно скорее умереть. Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренне уверен, что поступает человеколюбиво. Баронесса Варвара Ивановна Икскуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александры Федоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в Доме искусств, где я был ее частым гостем. В 70 лет она была по-прежнему обаятельна. Горький, как и многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала, спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу. Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только сегодня к вечеру и его дня через два привезет Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать, я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые. О том, как я пытался добиться от горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробных. В том, что он сперва говорил о недоразумении и обещал все поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать, зимой с мальчишкою провожатом по льду Финского залива пробралась в Финляндию а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в наркоман деле, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ. Объяснить этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя. Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду, и, кто знает, может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой театр для себя был вполне в его духе. Я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну, зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости. В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношение со многими членами императорской фамилии. И вот однажды он вызвал к себе княгиню Полей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец, князь Полей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, непредвиденное самим Горьким. У Полеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени княгиня Полей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и таким образом утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания. Известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично. Не помню по какому случаю, в 1923 году он мне сам рассказал все это, не без сокрушения, которое мне однако же показалось недостаточным. Я спросил его, но ведь были же в самом деле письмо и стихи? Были. Почему же она не попросила их показать? То-то и есть, что она просила. Да я их куда-то засунул и не мог найти. Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор. Спустя несколько месяцев он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем «Оказывается, поэт полей жив». И я имел некоторое право вводить в заблуждение графиню «Так, полей, так, посылаю вам только что полученные стихи онова поэта, кажется, они плохи». Прочитав стихи совершенно корявые и наведя некоторые справки, я понял все. И тогда в Петербурге, и теперь за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Полея по происхождению рабочего. Лично его Горький мог и не знать или не помнить, но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку, стихи этого Полея ни в коем случае невозможно было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видал, но, несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Полей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришло в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери. Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера. Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь, даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное он считал своим долгом уважать творческий порыв или мечту, или иллюзию, даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым, поэтому обмануть его и даже сделать соучастником обмана ничего не стоило. Между тем, случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться, даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам. 8 ноября 1923 года он мне писал «Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в накануне напечатано «Джеоконда», картина «Микель Анджело», а в России «Надеждаю Крупской и каким-то М. Спиранским запрещены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Владимир Соловьев, Тен, Рескин, Нитча, Лев Толстой, Лесков, Есинский и еще многие подобные еретики. И сказано «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». «Все сие будто бы». Слова «будто бы» вписаны над строкой. Отнюдь не анекдот, а напечатано в книге именуемый «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек обслуживающих массового читателя». Сверх строки мною вписано «Будто бы». «Ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу указатель». Первое же впечатление мною испытанное было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой? Знали бы вы, дорогой В.Ф., как мне отчаянно трудно и тяжко. В этом письме правда только то, что ему было трудно и тяжко. Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого духовного вампиризма. Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, послав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это опять только театр для себя. И вот он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить. Сперва написал мне о выходе указателя, как о свершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке, и что он даже не может заставить себя поверить в существование указателя. Между тем, никаких сомнений у него быть не могло, потому что указатель, белая книжечка небольшого формата, давным-давно у него имелся. За два месяца до этого письма, 14 сентября 1923 года, в Берлине, я зашел в книгоиздательство «Эпоха» и встретил там баронессу Бутберг. Заведующий издательством «Сумский» при мне вручил ей этот указатель для передачи Алексея Максимовича. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде указатель был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел указатель у него в руках, и вот, беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желания что-то разыграть передо мной, а в особенности, повторяю, перед самим собой. Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно примерно так, как барон в надне, когда татарин кричит ему «А, карта, рука всовал!» А он отвечает конфузясь «Что же мне в нос твой сунуть?» Иногда у него в этих случаях был вид человека нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало в нем ту досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же на дне поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола «бубнить». То люди, а то человеки, говорит старец Лука в этой не совсем ясной формуле, несомненно выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих «человеков» надо бы печатать с заглавной буквы. «Человеков», то есть «героев», «творцов», «двигателей», «обожаемого прогресса», «горький» глубоко чтил. Людей же просто людей, с неяркими лицами и скромными биографиями, презирал, обзывал мещанами. Однако Шон признавал, что у этих людей бывает стремление, если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле. У всех людей души серенькие, все подрумяниться желают. К такому подрумяниванию он относился с сердечным деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им по мере возможности такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенней, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного многими замеченного шармерства. Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько собственному, сколько некоему чужому, притом коллективному воображению. он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов, в эпоху первоначальной, нежданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель, так называемых книг для народа, то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора крупный доход. Жизнь, Алексей Максимович, чистые денежки, говорил он. Горький рассказывал это со смехом. Между тем, если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография горького самородка, горького буревестника, горького страдальца и передового бойца за пролетариат, постепенно сама собой сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. И вот, я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но увлеком и обстоятельствами славы, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз и навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв, в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед массами, в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен за свою любовь. Часто, слишком часто, приходилось ему самого себя ощущать некой массовой иллюзией, частью того золотого сна, который навеян и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или, наоборот, воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать, или, что совесть ему подсказывала. Он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч. Нельзя, биографию испортишь, или, что поделаешь, надо, а то биографию испортишь. От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы не расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о биографии, должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании. Он не пугался критики, так же, как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды. Он не искал поводов удостовериться в своей известности. Может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая, он не страдал чеванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем горький. Он был исключительно скромен, даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она, главным образом, от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того, от неуверенности в себе. Раз навсегда усвоив довольно элементарные эстетические понятия, примерно 70-х, 80-х годов, в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому, что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо. Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами, например, с Достоевским, с Гоголем, он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случалось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив, непременно садился за переделки и исправления. Так я его убедил кое-что переделать в рассказе о тараканах и заново написать последнюю часть дела Артамоновых. Была наконец одна область, в которой он себя осознавал беспомощным и страдал от этого самым настоящим образом. А скажите, пожалуйста, что мои стихи плохи, плохи, Алексей Максимович, жалко, ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение. Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их. Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человечная непоследовательность, с которую этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но, напротив, мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бронит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 года в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал беседы. Спор наш дошел до того, что я чуть ли не на пари предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького, один под настоящим именем, другой под псевдонимом, и посмотреть, что будет. Так и сделали. В четвертой книжке беседы мы напечатали рассказ о герое за подписью Горького, и рядом другой рассказ, который назывался «Об одном романе под псевдонимом Василий Сизов». Через несколько дней пришел номер берлинского руля, в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому. И Горький мне сказал с настоящей, с неподдельной радостью, вы, очевидно, правы, это, понимаете, очень приятно, то есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался. Почти год спустя уже в Соренто с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболь попросил дать ему для ознакомления все номера беседы. В советскую Россию она не допускалась. Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболь стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в беседе, в том числе о рассказах Горького и вдруг выпалил, а вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали, дрянь ужасная. Не помню, что Горький ответил и ответил ли что-нибудь и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы, вы не вздумаете Соболю объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голых монахини. Перед тем, как послать в редакцию современных записок свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного, жестоко вы написали, но превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне. Хорошо, Алексей Максимович, не забудете, не забуду. Париж, 1936 год. Конец книги. Июнь 1998 года. Читал Евгений Терновский.